Добрый день, глубоко уважаемый Борис Яковлевич, уважаемые коллеги. К сожалению, Адель Альбертович Измайлов в операционной задерживается. Он обещал подключиться к нашему мероприятию чуть попозже. Тоже будет принимать участие, как только освободится. У нас сегодня мероприятие посвящено лекарственной терапии, онклурологии. У нас есть великолепная возможность послушать доклады Бориса Яковлевича и определиться статике лечения пациентов при раке простаты и раке мочевого пузыря. Я рад приветствовать всех участников нашей конференции. Борис Яковлевич, пожалуйста, вам слово. Доброе утро, извините, добрый день уже, хотя нет, у вас тоже еще утро все-таки. Ну да, кого как, да. Доброе утро, Александр Валерьевич, доброе утро, уважаемые коллеги. Очень рад сегодняшней нашей встрече, возможности вместе с вами обсудить лечение онклурологических заболеваний, представительной железы рака мочевого пузыря. Конечно, мы соскучились уже по очередным встречам, но виден уже свет в конце тоннеля. И уже вот начинаются конференции, как мы теперь говорим, оффлайн. Но, тем не менее, этот формат, мне кажется, тоже очень удобен. Можно, не выходя с рабочего места, обменяться мнениями. Я вас призываю принимать активное участие, чтобы был у меня не монолог сегодня, а чтобы вы высказывали ваши, ну, во-первых, задавали вопросы, которые вас интересуют, и высказывали ваше мнение на те проблемы, которые мы сегодня будем разбирать. В первую очередь, хотелось бы остановиться на том, как изменились подходы к лечению распространенных форм рака предстоятельной железы. И под распространенными формами мы сегодня будем подразумевать три клинические сценария. Во-первых, это больные. Будем разбирать методы лечения больных с метастатическим гормоночувствительным рака предстоятельной железы. Сразу хочу с термином определиться, потому что иногда задают вопросы, что гормоночувствительный. Это больные с метастатическим раком предстоятельной железы, которые еще не получали гормональную терапию. Поэтому мы их и называем гормоночувствительными. Вы понимаете, что почти не 100%, но 97-98% из них будут чувствительны гормональной терапией. Вторая группа больных, о которой бы хотелось поговорить, это больные с кастрационно-резистентным раком предстоятельной железы без наличия метастазов, так называемый, неметастатический кастрационный резистентный рак. И третья группа – это категория пациентов, которая, я думаю, вам всем хорошо знакома, и онкорологам, и медицинским онкологам. Это больные с кастрационно-резистентным метастатическим процессом. Итак, что касается статистики. Ну вот в 2018 году, например, было зарегистрировано 42 тысячи с половиной, чуть больше новых случаев в год рака предстоятельной железы. И как вы видите, последние годы практически не меняется процент больных с первично выявленными метастатическим процессом. Увеличивается число больных локализованным раком предстоятельной железы, уменьшается число больных местно распространенным. И это касается вообще всех большинства злокачественных образований. Практически неизменно остается доля больных, у которой опухоль выявлена на стадии метастатического процесса. Таких больных мы ежегодно получаем более 8 тысяч. То есть это, видите, достаточно актуальная проблема, потому что больных таких много. Я имею в виду проблемы метастатического гормона чувствительного рака предстоятельной железы. Помимо того, что мы выявляем первичный метастатический процесс, у части больных метастазы развиваются после проверенного радикального местного лечения. После простатоктомии, лучевой терапии, брахиотерапии, вы прекрасно знаете, развивается, как правило, биохимический рецидив, а потом и метастатический процесс. И поэтому еще несколько тысяч пациентов в год мы получаем с рецидивным метастатическим гормоночувствительным раком предстоятельной железы. Что, как помимо того, что первично выявлены, или это рецидивный метастатический процесс, как еще сегодня нужно стратифицировать больных с гормоночувствительным метастатическим раком предстоятельной железы? Конечно, по локализации и объему метастатического поражения. Давно было показано, что количество метастазов в костях, вы знаете, что это излюбленная локализация метастатического процесса, является важным фактором прогноза выживаемости больных. Вот, например, посмотрите на этом графике, показана выживаемость больных, нижняя кривая, у которых было 4 и более костных метастазов, верхняя кривая, это больных с олигометастатическим процессом, у которых было не более 3 костных очагов. Практически в 2 раза отличается медиана выживаемости. То же самое, но здесь меньше 5 и больше 5. Вы видите, в 2 раза больше медиана выживаемости у больных, у которых число метастазов не превышало 4 в костях. Ну и конечно локализация метастатического процесса. Здесь показана выживаемость при наличии метастазов в лимфатических узлах, костях и висцеральных органах. Вот верхние 2 кривые, ну верхняя кривая это местный рецидив или лимфатические узлы тазовые и вторая кривая это забрюшины или узлы. Вы видите, что при лимфогенных метастазах выживаемость больных наилучшая. Она уже существенно ухудшается при наличии метастазов в костях и худшие показатели общей выживаемости мы видим у больных с висцеральными метастазами. Поэтому на сегодняшний день существует такая классификация. Она сегодня общепринятая. Она впервые была предложена в исследовании ЧАРТ, о которой мы дальше будем говорить. Сегодня она общепринятая. Выделяют больных с большим объемом метастатического поражения. Это пациенты, которые имеют 4 и более костных метастазов. При этом хотя бы один из них должен располагаться вне костей таза и позвоночника. Или наличие висцеральных метастазов. Это большой объем поражения. Малый объем или олигометастатический рак предстоятельной железы. Это больные с костными метастазами числом не более 3 костях осевого скелета. Или это больные с поражением лимфатических узлов. Почему это важно? Потому что, как мы дальше с вами увидим, химиотерапия, комбинация гормональной терапии с химиотерапией дает преимущество только у больных с большим объемом метастатического поражения. Ну, коротко напомню вам, что эра терапии рака предстоятельной железы, эффективной терапии распространенных форм рака предстоятельной железы началась в 1941 году с исследований, с публикации Чарльза Хагенса, профессора Мичиганского университета, который впервые показал, что гормональная терапия, а именно хирургическая кастрация или терапия эстрогенами, то есть андрогенно-депривационная терапия, приводит к увеличению выживаемости больных. Сначала он это показал в экспериментах на животных, а потом и у пациентов раком предстоятельной железы продемонстрировал, что гормональная терапия влияет на улучшение результатов, за что получил в 1966 году Нобелевскую премию. И сегодня мы очень хорошо знаем механизм гормональной стимуляции опухоли предстоятельной железы, соответственно, понимаем, на какие мишени мы должны воздействовать для того, чтобы этот механизм подавить. Мы знаем, что тестостерон в клетках рака предстоятельной железы метаболизируется в гигидротестостерон, гораздо более активный метаболит. Дальше андроген соединяется с молекулой, которая называется андрогеновый рецептор в цитоплазме клеток. И вот этот комплекс андрогенно-андрогеновый рецептор из цитоплазмы, перемещаясь в ядро, в ядре клетки связывается с регуляторными последовательности ДНК и запускает транскрипцию тех генов, которые отвечают за процессы пролитерации клеток и в конечном итоге за опухолевую прогрессию. Поэтому основными точками, на которые мы воздействуем, чтобы прервать вот этот путь, точками приложения гормональной терапии является подавление андрогенов в организме мужчины, то есть андроген-депривационная терапия и ингибирование андрогеновых рецепторов. Ну, подавлять андрогены мы с вами знаем исторически можно путем хирургической кастрации, путем ведения эстрогенов. Но вы знаете, сегодня эстрогены не применяются, потому что это очень токсичный метод лечения. И наиболее распространенным способом андрогенной депривации сегодня является терапия антагонистами или агонистами релизинг гормона, лютинизирующего гормона гипофиза. Это открытие пептидно-гипотелемических гормонов, которые регулируют продукцию лютинизирующего гормона и таким образом регулируют синтез тестостерона в организме мужчины. Это открытие сделал американский эндокринолог Эндрю Шали, тоже он получил за это Нобелевскую премию. И, собственно говоря, когда были получены уже синтетические аналоги вот этих гипотелемических пептидов, стала возможность осуществлять кастрацию не только хирургическую, но и медикаментозную. И сегодня, конечно, это основной метод андрогенно-депривационной терапии у больных раком предстоятельной железы. Но мы с вами видели, что вот на этой схеме это хорошо показано, что помимо андрогенов гонадного происхождения, имеются андрогены и вне гонадные, в частности, которые синтезируются над почечниками. И что самое, наверное, важное, прогрессирование ракопредстоятельной железы, андрогены могут синтезироваться самими опухолевыми клетками. Это сегодня хорошо доказано. И вот для того, чтобы прервать этот путь, здесь почему-то у меня сразу выскакивает, это должно было быть последовательно, но так вот получилось, извините, графики не видно, но для того, чтобы прервать воздействие на опухолевые клетки вне гонадных андрогенов, была предложена канадским урологом Фернаном Лабри концепция комбинированной, или как у нас чаще ее называли, максимальной андрогенной блокадой, когда кастрацию хирургическую или медикаментозную, то есть андрогенно-депривационную терапию, сочетались с применением антиандрогенов так называемого первого поколения. Это было еще стероидное, если помните андроген цепротерон, и нестероидное, и флутамид, и бигалутамид, ну, не лутамид, еще был он в России, не был никогда зарегистрирован. И было проведено очень большое исследование по сравнению вот этой максимально андрогенной блокады с антиандрогенами первого поколения и андроген-депривационной терапии как монотерапии, которые показали, вот здесь два метаанализа, извините, что сразу выскочила вот фраза и их закрывает, два метаанализа, которые показали, что максимальная андрогенная блокада с применением нестероидных и тем более стероидных антиандрогенов первого поколения не приводит к улучшению выживаемости больных, а приводит к существенному увеличению токсичности. Почему не сработали эти препараты? Дело в том, что они свою антагонистическую активность по отношению к рецепторам проявляют только в цитоплазме. Они не препятствуют перемещению андрогенового рецептора, если он уже соединился с андрогеном, в ядро клетки. Тем более в ядре клетки они не препятствуют действию этого комплекса, стимулирующему уже на транскрипцию генов. И в реале случаев, когда происходит мутация андрогеновых рецепторов в частности, эти препараты могут проявлять агнистическую активность, то есть стимулировать андрогеновые рецепторы. Мы все это хорошо с вами знаем, потому что знаем, что когда больные длительно получают лутамид и бекалутамид, и эти препараты мы отменяем, в ряде случаев ПСА после этого падает. И как я уже сказал, они не увеличивают выживаемость больных ни в монотерапии, ни в составе максимальной андрогенной блокады. Поэтому сегодня, и это, коллеги, зафиксировано в национальных рекомендациях, которые Ассоциация онкологов России разработана, они утверждены Министерством здравоохранения, поэтому им надо следовать, хотите вы этого или нет. Максимальная андрогенная блокада с включением вот этих препаратов, бекалутамиды и флутамида, не показана больным раком предстоятельной железы. Она не должна применяться. Она может применяться только в одном единственном случае. Это четырехнедельная, не более длительная блокада в тех случаях, когда мы начинаем терапию агонистами ЛГРГ, и мы понимаем, что в первую неделю после введения этих препаратов мы получаем подъем тестостеронов, чтобы преодолеть негативные последствия этого подъема, мы назначаем вот эту четырехнедельную краткосрочную блокаду. Не более того, в остальных клинических вариантов, сценариях надо забыть про эту максимальную андрогенную блокаду с бекалутамидом и флутамидом. Вы не только не улучшите результаты, применяете препараты, но вы еще и ухудшите возможности для последующего лечения этих больных на стадии кастрационно-резистентного рака предстоятельной железы, потому что, понимаете, что если пациенты не умирают от других причин, они рано или поздно доживают до стадии уже кастрационно-резистентного метастатического процесса. И посмотрите, очень интересное исследование. Включало 3174 пациента уже с метастатическим кастрационно-резистентным раком предстоятельной железы, которые получали энзолотамид или абиротерон при развитии кастрационной резистентности, я подчеркиваю. Но часть из этих пациентов на стадии гормон чувствительного процесса получали бикулутамид. И вот посмотрите, верхние две кривые, вот это зеленые и фиолетовые, это больные, которые получали энзолотамид и абиротерон, но не получали бикулутамид. Вот их выживаемость. А вот эти нижние кривые, оранжевые и желтые, это выживаемость больных на тех же препаратах энзолотамид и абиротерон, но которые в анамнезе получали бикулутамид. Вы видите, насколько хуже выживаемость этих больных. То есть, назначая эти препараты первого поколения фиолетомид и бикулутамид, вы не только не улучшаете результаты лечения, вы ухудшаете возможности последующей терапии при развитии кастрационной резистентности. Даже ухудшаете выживаемость больных. Об этом я призываю вас помнить всегда. Еще буквально 6 лет назад стандартом лечения, это вот рекомендация Европейского Уролога 2015 года, была андроген-депривационная терапия, монотерапия. Все комбинированные режимы рассматривались как экспериментальные. Но сегодня, вот за прошедшие годы, было проведено большое число исследований, вот они здесь перечислены, которые привели к существенному изменению наших подходов, стандартов лечения. И сегодня комбинированная терапия является основой, конечно, терапии больных к гормоночувствительным метастатическим ракам предстоятельной железы, которая должна применяться подавляющему большинству больных, но только в тех случаях, если больной не может перенести по тем или иным причинам комбинированной терапии, например, больной со статусом ВИКОК-2, или с какими-то выраженнищими, недекомпенсированными интеркурентными заболеваниями, только в этом случае андроген-депривационная терапия может проводиться как монотерапия. Исторически первыми исследованиями были исследования по комбинации андроген-депривационной терапии с доцитокселом. Ну, вы знаете, доцитоксел еще с 2004 года используется для лечения экстрационно-резистентного метастатического рака предстоятельной железы. И вот три протокола крупных, GTOG-15, ЧАРТ и ДСТИМПИД, изучали комбинацию андроген-депривационной терапии с доцитокселом у больных с гормоночувствительным метастатическим раком предстоятельной железы. Как вы видите, дизайн этих исследований был одинаковый. Больные рандомизировались на группу комбинации. Андрогенная депривация плюс 6 курсов доцитокселы. Ну, в одном исследовании было 9, но это несущественно. В основном 6, конечно, курсов стандартной дозировки. 75 мг кг, а контрольная группа – это была андроген-депривационная терапия, как монотерапия. Наиболее однородное по составу больных исследований было исследование ЧАРТ. Это были больные, в него включались больные только с метастатическим гормоночувствительным раком предстоятельной железы, 790 человек. И это исследование показало достоверное преимущество выживаемости комбинации андрогенной депривации с доцитокселом, но, обратите внимание, коллеги, только у больных с большим объемом метастатического поражения или с высокой опухолевой нагрузкой, это одно и то же. То есть, 4 и более костных метастазов или висцеральные метастазы. Вот в этой группе больных, посмотрите, доцитоксел в комбинации с андрогенной депривацией давал увеличение выживаемости на полтора года преимущества выживаемости. А вот в группе с олигометастатическим процессом, как вы видите, не было преимущества доцитоксела. И в этой группе больных химиотерапию назначать не нужно, потому что вы не улучшите результаты лечения. А вот токсичность получить можете, мы все с вами прекрасно знаем о токсических, и дальше я еще немножко буду говорить об этом, о побочных эффектах доцитоксела, среди которых, конечно, наиболее угрожающим в том числе и для жизни наших пациентов является гематологическая токсичность, а именно нейтропиния, тяжелая нейтропиния, третьей-четвертой степени, фибрильная нейтропиния. Посмотрите, в исследованиях чарта Дестампид нейтропиния третьей степени достигала 12%, а G2 32%, фибрильная нейтропиния вы видите от 6 до 15%. А в исследованиях уже реальной клинической практики, где доцитоксел применяли у больных с гормоночувствительным и эстетическим раком, вы видите 36-40% достигала частота развития нейтропинии третьей-четвертой степени. И у 54 больных это вело к госпитализации. То есть это существенно ограничивает возможности комбинированной терапии с применением доцитоксела, потому что вы прекрасно понимаете, что большинство наших больных – это больные пожилого и старческого возраста, больные, осложненные, имеющие сопутствующие заболевания, иногда тяжелые, у которых вот такая токсичность может привести, в общем-то, к летальному исходу и далеко не всегда дает возможность к практическому применению доцитоксела. Поэтому наиболее сегодня универсальным, как вы видите, комбинированным режимом, который можно применить у подавляющего большинства больных, больных как по характеристикам опухолевого процесса, так и в связи с хорошей переносимостью, является комбинация андроген-депривационной терапии с антиандрогенами нового поколения, ну или ингибиторами андрогенов рецепторов нового поколения. Это сегодня два препарата, энзолутамид и апалутамид, но для гормоночувствительного метастатического рака, на самом деле, еще третий зарегистрирован был две недели назад, даролутамид, но только для неметастатического кастрационно-резистентного рака. Для гормоночувствительного метастатического два препарата, и я вам сейчас покажу на примере препарата энзолутамид, наиболее хорошо изученного, наиболее часто применяемого в клинической практике, как работает эта комбинация. Два крупных исследования были проведены с препаратом энзолутамид к стандии, хорошо вам известным, уже по лечению кастрационно-резистентного метастатического рака. Так вот, это исследование энзомед, куда включали больных с метастатическим раком предстоятельной железы гормоночувствительным, которые еще не получали андроген-депривационную терапию, то есть в течение трех месяцев от начала андроген-депривационной терапии можно было включать этих больных. Причем, поскольку доцитоксел тогда уже вошел в клиническую практику, разрешалось в том числе включение больных, которые начали химиотерапию доцитоксела. Так вот, больных рандомизировали на две группы. В одной группе больные получали андроген-депривационную терапию в комбинации с энзолутамидом, в другой группе больные получали андроген-депривационную терапию в комбинации с нестероидным антиандрогеном первого поколения, бикулутамидом, флутамидом или нилутамидом. То есть, фактически это было сравнение нового комбинированного режима и вот этой старой максимально андрогенной блокады, о которой Мы с вами говорили. И посмотрите, кривые выживаемости говорят сами за себя. Добавление энзолутамида к антрогенной депривации привело к статистически значимому и клинически очень выраженному увеличению общей выживаемости больных. Трехлетняя выживаемость при применении энзолутамида увеличилась на 8% и достигла 80% трехлетней выживаемости, думайте все эти цифры, по сравнению с максимальной андрогенной блокадой, с биколутамидом и флутамидом. На 33% энзолутамид снизил риск смерти по сравнению с антиандрогенами первого поколения. Радиологическая прогрессия, то есть выживаемость без прогрессирования по данным методам лучевой диагностики. Вы видите, тоже кривые говорят сами за себя. Энзолутамид приводил к снижению риска прогрессирования процесса на 61% по сравнению с антиандрогенами первого поколения. И другой крупный протокол, который включал 1150 больных, это исследование ARCHIS, мы тоже в нем принимали участие, исследование, в котором больные рандомизировались на группу андроген-депривационной терапии плюс энзолутамид и группа сравнения была андроген-депривационной терапии плюс плацебо. Первичной точкой этого протокола была оценка выживаемости без прогрессирования по данным радиологических методов диагностики. И, как вы видите, в этом протоколе 63% больных, то есть почти 2 трети, это были больные с большим объемом метастатического поражения. И, кроме того, опять же, в этот протокол включали больных, которые уже получили доцитоксел в комбинации с андроген-депривационной терапией. Это исследование тоже очень наглядно показывает преимущества комбинации андроген-депривационной терапии с энзолутамидом. Вы видите, на кривых они очень быстро расходятся, и чем больше срок наблюдения, тем больше преимущество беспрогрессивной выживаемости в группе больных, которые получали комбинацию андроген-депривационной терапии с энзолутамидом. Здесь медиана еще даже выживаемости без прогрессирования не достигнута. И, таким образом, на 61% энзолутамид снизил риск прогрессирования процесса. При комбинации с андроген-депривационной терапией по сравнению только с андроген-депривационной терапией. Ну, а ДТ плюс плацена. По биохимическому прогрессированию, то есть по росту маркера, вы видите, различия еще более значительные. На 81% добавление энзолутамиды к андроген-депривационной терапии приводило к снижению риска прогрессии опухолевого процесса. Биохимического прогрессирования. И интересно то, что у 68% больных комбинация энзолутамиды с андроген-депривационной терапией приводила к снижению ПСА до нуля. Но, вы видите, меньше 0,2, то есть до неизмеримых значений. И только у 17,5% до нуля падал ПСА в группе андроген-депривационной терапии. А мы с вами хорошо знаем, что падение ПСА до вот таких низких значений – это один из основных факторов прогноза долгосрочной выживаемости. И еще в достаточно старом исследовании было показано, что у таких больных только на андроген-депривационной терапии выживаемость общая может составлять 78 месяцев. И вот здесь 70% группы энзолутамиды таких больных. То есть мы можем представить, что, ну, рано еще говорить, конечно, нужен гораздо более длительный срок наблюдения за этими пациентами. Но мы можем прогнозировать, что выживаемость уже будет исчисляться не годами общей выживаемости, а даже, может быть, десятилетиями. Ну и по критериям РЕЦИСТ, если макетканные метастазы можно было измерить по критериям РЕЦИСТ, вы видите, на 20% было преимущество комбинации с энзолутамидом по частоте объективного ответа со стороны измеряемых очагов. Что практически еще очень важно. Я вам показывал данное исследование STEMPID, где доцитоксел показал преимущество только у больных с большим объемом метастатического поражения. Так вот комбинация андроген-депривационной терапии с энзолутамидом дает преимущество не только у больных с большим объемом, это правый график, но и у больных с олигометастазами. Причем, вы видите, даже в большей степени на 95-92% снижается риск биохимического прогрессирования у больных с олигометастатическим процессом. То же самое, беспрогрессивная выживаемость биохимическая была лучше при добавлении энзолутамида, вне зависимости от того, получили уже больные доцитоксел или не получили. Но мы сегодня, конечно, пока не рассматриваем такой вариант, как одновременно назначение и доцитоксела и энзолутамида, но я вам скажу свою точку зрения. В своей клинической практике я у ряда больных использую последовательное назначение. Как правило, это больные более молодого возраста, сохранные с большим объемом метастатического поражения. Ну, знаете, иногда бывает суперскан, да. Вот у них я применяю 6 курсов доцитоксела в начале лечения, а потом назначаю энзолутамид уже длительно этим больным. Это, конечно, пока не стандарт, но, как вы видите, что и после доцитоксела энзолутамид дает преимущество выживаемости больных. Ну и очень, конечно, немаловажное преимущество комбинации андроген-депривационной терапии с антиандрогенами нового поколения – это их хорошая переносимость. Потому что вы понимаете, что годами мы будем назначать эти препараты, и важно, чтобы хорошо больные их переносили, чтобы не было большого числа побочных эффектов и не ухудшалось качество жизни наших пациентов. Посмотрите, общая частота нежелательных явлений 85% в группе энзолутамиды, 85,9% в группе плацебо – одинаковая. Частота нежелательных явлений, которые привели к прекращению лечения 7,2%, 5,2% практически одинаковая. И если мы посмотрим на отдельные нежелательные явления, то мы увидим очень незначительные различия в таком побочном эффекте, как астомизация, утомляемость. Мы знаем, что это для энзолутамида один из патагноманичных побочных эффектов, но, посмотрите, всего 19,6% в группе плацебо – 15,3%, а тяжелая степень 3,4% – 0,9% в группе энзолутамида и 1% в группе плацебо. То есть практически нет различий. И артериальная гипертензия – 8% в группе энзолутамида, 5,6% в группе плацебо, и третья степень – 3,3% в группе энзолутамида, 1,7% в группе плацебо. То есть тоже незначительное превышение частоты артериальной гипертензии, причем вы знаете, что артериальная гипертензия относится к тем побочным эффектам, которые достаточно легко купировать. Поэтому, говоря сегодня о подходах современных к терапии больных с метастатическим гормоночувствительным раком предстательной железы, мы должны констатировать, что мы должны стремиться к проведению этим пациентам именно комбинированных режимов терапии, потому что, как вы видели, они существенно увеличивают выживаемость наших пациентов, и беспрогрессивную, и общую выживаемость. Три режима сегодня зарегистрированы в Российской Федерации. Это комбинация андроген-депривационной терапии с доцитокселом и с двумя антиандрогенами нового поколения – апаллутамидом и энзолутамидом. Но, как я уже подчеркивал, комбинацию с доцитокселом имеет смысл применять у больных с большим объемом метастатического поражения и у больных с первично выявленным гормоночувствительным метастатическим процессом. У больных с рецидивным после проведенного местного лечения и у больных с малым объемом метастатического поражения нужно использовать комбинацию с антиандрогенами нового поколения. И таким образом, вот этот метод комбинации андрогенной и депривационной терапии с антиандрогенами нового препарата к стандии, хорошо вам знакомым, имеет универсальное вот такое применение. Он может быть применен у всех больных вне зависимости от объема метастатического поражения, вне зависимости от того, когда был выявлен метастатический процесс, у всех больных с метастатическим гормоночувствительным раком предстоятельной железы. Ну и теперь, уважаемые коллеги, разрешите перейти к следующей категории больных. Это больные не метастатическим, к стандарционно-резистентным раком предстоятельной железы. Откуда берутся эти больные? Как правило, это больные, которые были подвергнуты радикальному местному лечению простатоктомии или тому или другому варианту лучевой терапии, и которые прогрессировали, как вы знаете, ну, нередко, там, 30-40% случаев после радикального местного лечения наступает биохимическая прогрессия, рост ПСА. И в тех случаях, когда мы не выявляем каких-то местного рецидива или метастатических очагов, которые могут быть подвергнуты локальному воздействию, мы назначаем этим больным гормональную терапию. В процессе эти больные иногда достаточно длительное время получают гормональную терапию, андрогенодепривационную, и на фоне кастрационного уровня тестостерона у больных происходит дальнейшее биохимическое прогрессирование. Мы видим рост ПСА, но мы по-прежнему не выявляем отдаленных метастазов. Вот это и есть кастрационно-резистентный неметастатический рак. Ситуация, скажем так, достаточно частая. Другое дело, что сегодня мы стали очень часто использовать у больных с биохимическим прогрессированием позитронную эмиссионную томографию, и доступ больных на этот метод лечения очень увеличился у нас в стране, поэтому мы чаще выявляем уже метастатические очаги. Но тем не менее, все равно такие больные есть, и их, в общем-то, не так мало. То есть больные с кастрационным уровнем тестостерона на фоне андрогенодепривационной терапии без наличия метастазов, у которых идет рост ПСА. И вот кинетика роста ПСА имеет очень важное значение. Но, во-первых, надо этих больных лечить или нет, имеется в виду, помимо андрогенной депривации, понятно, что андрогенную депривацию мы назначаем пожизненно. Вообще-то надо понимать, что у больных с распространенными формами рака предстоятельной железы, вне зависимости от того, гормон чувствительный это стадия, или кастрационно-резистентная андрогенодепривационная терапия должна проводиться постоянно пожизненно. Это сегодня аксиолог. Но вы видите, что если на фоне только андрогенодепривационной терапии, больных достаточно быстро развиваются метастазы в костях, и многие больные тоже достаточно быстро умирают от прогрессирования процесса. Причем чаще всего происходит прогрессирование у тех больных, у кого быстро растет ПСА. И таким триггерным значением является период удвоения ПСА меньше 10 месяцев. Вот посмотрите, здесь на обратную зависимость, вот здесь больше 10, а здесь меньше. И когда этот период становится 10 и меньше, значительно возрастает риск, как вы видите, прогрессирования или смерти от рака предстоятельной железы. Так вот. Но вы знаете, что этот период удвоения ПСА можно легко вычислить в интернете. Набираете калькулятор даблинг тайм ПСА и вводите три значения. Там главное, чтобы интервал между ними был не меньше месяца, и вам быстро считает этот показатель. У больных в течение последних нескольких лет для лечения этой категории больных изучались три препарата. Это все три препарата, которые я уже упоминал, из группы антиандрогенов нового поколения. Энзолутамид, Аполутамид и Даролутамид. И эти исследования получили название спарта, проспер и рамис, и по первым буквам, в шутку, их еще называют СПА, СПА-протоколы. Одинаковый дизайн был, включали больных у всех этих трех исследований, включали больных с неметастатическим процессом, то есть у которых не было метастазов, но у которых на фоне кастрационного уровня тестостерона рос ПСА, и период удвоения ПСА составлял меньше 10 месяцев. И больных рандомизировали на две группы. В одной группе больные получали андроген-депривационную терапию плюс исследуемый препарат один из трех, в другой группе больные получали андроген-депривационную терапию плюс плацебо. То есть все три протоколы имели одинаковый дизайн, и в общем-то результаты были очень близки. Я опять же покажу вам на примере энзолутамида. Он изучался в исследовании Проспер. Это было исследование третьей фазы, включающей 1400 человек. Я уже сказал критерии включения, то есть это больные с неметастатическим кастрационно-резистентным раком и временем удвоения ПСА меньше 10 месяцев. Уже сказал, что больные были рандомизированы на группу АДТ плюс андзолутамид и АДТ плюс плацебо. Первичной точкой была оценка выживаемости без метастазирования. Вторичными точками были, естественно, общие выживаемые с временем до прогрессирования боли, назначения другой терапии и, конечно, безопасности и качества жизни больных. Первичная и конечная точка, извините, была достигнута уже при первом анализе. Добавление энзолутамида привело к снижению риска прогрессирования, то есть риска появления метастазов на 71%. И медиана времени до появления метастазов составила 36,5 месяцев в группе энзолутамида против 14,5 в группе плацебо. То есть вы видите, на 20 с лишним месяцев, на 22 месяца, то есть почти на 2 года энзолутамид увеличивал период, медиану периода до развития отдаленных метастазов. По биохимическому прогрессированию различия, конечно, еще более значительные. Вы видите, на 93% энзолутамид снижал риск прогрессирования по уровню ПСА и, соответственно, на 33 месяца увеличилась медиана до ПСА прогрессирования. И опять же, переносимость энзолутамида и у этой категории больных с неметастатическим констрационно-резистентным раком была очень неплохая. Если мы посмотрим на частоту нежелательных явлений, она была практически одинаковой, за исключением, ну опять же, артериальной гипертензии, когнитивных расстройств, но это тоже не так часто. И, в общем-то, практически остальные такие, представляющие особо интересные нежелательные явления наблюдались одинаково часто. Качество жизни больных было в этой группе очень неплохое. Ну и в прошлом году уже появились данные по общей выживаемости, которая оказалась значительно лучше в группе энзолутамида. Как вы видите, медиана общей выживаемости составила 67 в группе энзолутамида месяцев и 56 в группе плацебо. То есть, опять же, почти на год увеличилась медиана общей выживаемости. Это, конечно, с учетом последующих линий терапии, которые больные получили уже при прогрессии, вы понимаете. Но, несмотря на это, на 27% энзолутамид уменьшил риск смерти по сравнению только с андроген-депривационной терапией. Соответственно, конечно, мы сегодня с вами имеем очень эффективный метод лечение больных на стадии неметастатического кастрационно-ресентного рака при саде железы. Это антиандрогены нового поколения, энзолутамид в частности, который показал, как я уже сказал, выраженный риск снижения... Извините, я уже заговорился. Выраженный снижение риска появления метастазов и риска смерти больных. И, опять же, эти препараты очень неплохо переносятся. Ну и в заключение, разрешите мне коротко остановиться на выборе первой линии терапии. Я не буду говорить сейчас о последующих, потому что это тема отдельного разговора. Это сегодня очень интересная тема, и многое можно говорить. Я скажу только о первой линии терапии у больных кастрационно-резистентным, метастатическим уже раком предстательной железы. И здесь, вы знаете, у нас зарегистрировано с вами три препарата для первой линии терапии. Уже на стадии метастатического кастрационно-резистентного рака это энзолутамид, абератерон и доцитоксен. Они изучались и были зарегистрированы по результатам протоколов третьей фазы, в которые включались пациенты с очень разными характеристиками, прогностическими факторами. И поэтому по медиане общей выживаемости, видите, различий большие, но просто потому, что в исследовании такси 327 с такселом включались больные с более неблагоприятными факторами прогноза. А вот если посмотреть на преимущества снижения риска смерти по сравнению с группой сравнений, примерно одинаковые результаты. Вы видите, от 19 до 23 процентов, от 20 процентов эти препараты дают снижение риска смерти, давали в этих исследованиях по сравнению с группой сравнения. Но, опять же, мы с вами понимаем, что доцитоксен мы можем назначить далеко не всем больным. Мы уже говорили о гематологической токсичности, это данные из исследований как раз 327, такс 327, то есть у больных с консерационно-резистентным раком предстоятельной железы. Но при этом мы должны помнить и о сердечно-сосудистой токсичности доцитоксена, у больных с снижением фракции выброса левого желудочка с выраженным назначать этот препарат крайне опасно и не рекомендуется. Мы должны помнить об астонизации, о желудочно-кишечных расстройствах, о диареи, тошнота рвота и о нейропатии, конечно, периферической нейропатии, которая очень и очень нередко встречается и ведет к амориализации иногда наших пациентов. Поэтому, конечно, доцитоксел, опять же, это вариант далеко не для всех пациентов. И вот интересно, когда проводилось голосование на симпозиуме, которое назвали консенсус по лечению распространенного рака предстоятельной железы, там собирались со всего мира ведущие специалисты, как урологи, онкоурологи, так и химиозерапевты, медицинские онкологи, лучевые терапевты, и они голосовали, различные вопросы, ну, отвечали на различные вопросы. И вот интересно то, что у больных с первой линии, вот эти верхние графики, 86% проголосовали за гормональные препараты, энзолутамид и абиратерон, в первой линии метастатического консенсационного рецентрального рака, у больных с бессимптомами, и только 6% за дотстоксел, но даже у больных с симптомами большая часть все равно выбрала гормональные препараты. То же самое, кстати, во второй линии, если было уже дотстоксел, большинство отдают преимущество именно препаратам с гормональной активностью, а не кабазитокселу. Опять же, в первую очередь, конечно, ввиду токсичности. И энзолутамид сегодня, в общем-то, наиболее широко применяемый, наверное, во всем мире препарат для первой линии терапии. Он показал свою эффективность в исследовании PREVAIL. 1717 пациентов с метастатическим констрационно-резистентным раком председательной железы были включены в это исследование. И включались больные с отсутствием симптомов или с легко выраженными симптомами, ну, болевым синдромом в первую очередь. Поэтому в качестве группы сравнения была выбрана группа плацебо. Но, естественно, все больные получали андроген-депривационную терапию. Это понятно. И несмотря на то, что больные при прогрессировании из группы плацебо начинали получать энзолутамид, то есть был кроссовер, несмотря на это, энзолутамид показал достоверное преимущество общей выживаемости. Как вы видите на графике, несмотря на кроссовер из группы плацебо в группу энзолутамида. А выживаемость без прогрессирования, конечно, вы видите, кривые говорят сами за себя. Преимущество энзолутамида было очень значительное. На 81% энзолутамид в первой линии лечения констрационно-резистентного метастатического рака предстоятельной железы снижал риск прогрессирования процесса. И на этой стадии препарат переносился тоже вполне неплохо. Тоже, если мы посмотрим на частоту нежелательных явлений, ну вот астенизация, усталость чаще наблюдалась в группе энзолутамиде, артериальная гипертензия, вот вы видите, 13% против 4%. Но, например, астенизация тяжелой степени практически одинаково 2%, ну гипертензия была чаще в группе энзолутамиде. Судороги, посмотрите, меньше 1%. Мы раньше уделяли внимание этому вопросу, потому что в исследованиях первой-второй фазы, когда энзолутамид применяли в более высоких дозировках, увеличилась частота судорожных синдромов. Но сегодня в реальной клинической практике, да и в исследовании, как вы видите, не видим мы увеличение частоты судорожных припадков на фоне терапии энзолутамидом по сравнению с общей популяцией больных, да и не только больных раком предстательной железы, а вообще мужчин соответствующего возраста. Как все-таки выбрать между гормональными препаратами с гормональной активностью энзолутамидом и абиротероном и доцитокселом первой линии. Четких критериев нет. Нет у нас маркеров пока, к сожалению, биомаркеров, которые бы позволили сказать, вот этот больной ответит на терапию энзолутамидом и абиротероном, а этот не ответит, значит ему надо доцитоксел, и наоборот. Надежных маркеров нет. Поэтому мы используем такие клинические, скажем так, предикторы, которые очень условны, как вы понимаете, и относительны. Наиболее часто из них мы применяем длительность периода до развития кастрационной резистентности. Длительность периода ответа на гормональную терапию, на генотерапевтическую терапию. Если это больше года, то есть кастрационная резистентная стадия развилась больше, чем через год, то, скорее всего, больной ответит на препараты с гормональной активностью, энзолутамид и абиротерон. Если быстро развилась, то лучше назначать доцитоксел. Условно. Да, условно. Но, тем не менее, этим мы пользуемся в клинической практике. Опять же, симптомы. Раньше мы говорили, что препараты с гормональной активностью при минимальных симптомах доцитоксел у больных с выраженным болевым синдромом. Но, как вы видели, вот эксперты голосовали в большей степени за энзолутамид с абиротероном и у больных с более выраженным болевым синдромом. Потому что сегодня мы понимаем, что и болевую симптоматику этих препаратов может очень хорошо купировать. Опять же, наличие висцеральных метастазов. Но энзолутамид, в отличие от абиротерона, абиротерон не изучался у больных с висцеральными метастазами, но энзолутамид показал, что он и при висцеральных метастазах дает преимущество. То есть, четких критериев выбора нет. Конечно, следует ориентироваться на переносимость, на противопоказания к химиотерапии, ну и, как я уже сказал, на длительность, эффективность, на то, как долго была эффективна андроген-депривационная терапия, как долго был период до развития кастрационной резистентности. А как выбрать, все-таки, ну, с точки зрения пользы для больного, между энзолутамидом и абиротероном? Здесь несколько практических позиций, которые, на мой взгляд, очень важны. Почему я сегодня практически никогда не назначаю абиротерон? То есть, не назначаю, а всегда рекомендую энзолутамид. Почему? Во-первых, вы знаете, что по механизму действия абиротерон проявляет, дает гипер-минералокортицизм. Он минералокортикоидной активностью обладает и обязательно для того, чтобы по механизму обратной связи подавить синтез альдостерона, нужно абиротерон назначать в комбинации с преднизолоном, ну или дексаметазоном. Хотя стандартно, конечно, преднизолом. И без этого абиротерон назначать нельзя. Энзолутамид, как вы понимаете, абсолютно это прямой ингибитор андрогенного рецептора. Он не требует совместного назначения стероидов, а применение глюкокортикостероидов, как вы понимаете, ассоциировано с рядом побочных эффектов. Вы их все прекрасно знаете, я не буду останавливаться. И поэтому преднизолон или тексаметазон, то есть назначение абиротерона в комбинации с астероидами иногда просто невозможно у больных с сахарным диабетом, у больных с язвенной болезнью желудка, с выраженным остеопорозом и так далее, и так далее. То есть далеко не у всех больных это возможно, а у ряда больных это приводит к существенному ухудшению течения их хронических заболеваний. Я имею в виду комбинацию абиротерона с преднизолоном. Кроме того, абиротерон помимо гиперминералокортицизма обладает гепатотоксичностью и ведет к повышению трансаминаз очень-очень нередко. И поэтому необходимо тщательный мониторинг не только давления отеков и гипокалиемии, это гиперминералокортицизм, но и трансаминаз печеночных. Мы должны регулярно этим больным контролировать биохимический анализ крови. При лечении энзолутамидом такого мониторинга специального не нужно осуществлять. Мы можем, ну конечно, биохимический анализ крови периодически будем контролировать, но может быть там раз в полгода. А при отсутствии симптомов чаще этого не нужно делать. И, наконец, очень тоже практически важное такое различие, особенно для наших больных пожилого возраста с когнитивными часто нарушениями, абиротерон необходимо принимать натощак, потому что прием вместе с пищей увеличивает его абсорбцию, соответственно, может увеличить токсичность. Поэтому или за час до еды, или через два часа после еды энзолутамид можно принимать вне зависимости от приема пищи. Понимаете, что далеко не всегда больные это помнят. Поэтому вот эти три практических, но, на мой взгляд, очень важных преимущества энзолутамида в совокупности с его лучшей переносимостью, на мой взгляд, конечно, делают его препаратом выбора в первой линии терапии. И вот очень интересное исследование было опубликовано в прошлом году. Посмотрите, это анализ большой популяции больных. 8203 человека получали абиротерон у больных с кастрационно-реседным метастатическим раком, 26204 больных энзолутамид. Оценивалась частота сердечно-сосудистых явлений. Посмотрите, в группе больных, которые получали абиротерон, частота сердечно-сосудистых осложнений была достоверно выше. И выше в два с половиной раза на минуточку. Это и инфаркт миокарда, как видите, чаще был, и сердечная недостаточность, и аритмия. Это большое популяционное исследование, которое говорит о том, что абиротерон действительно хуже переносится и ассоциирован с большим риском сердечно-сосудистых осложнений. Ну и, наконец, что касается энзолутамида. Он работает не только в первой линии, вы знаете, и во второй, и в третьей его можно назначать и в последующих линиях. Но лучше всего он работает именно в первой линии. Больше всего преимущества. Тоже исследование прошлого года, 1732 больных. Посмотрите, больные, которые не получали ни абиротерона, ни химиотерапии, у них медиана без прогрессивной выживаемости, выживаемости без прогрессии, не общей. Была больше года при применении энзолутамида. А вот если он после абиротерона назначался, уже хуже. После химиотерапии уже хуже. Но и хуже всего, если уже больные получили и абиротерон, и химиотерапия. Поэтому препарат, конечно, следует резервировать для первой линии терапии. Но сегодня для гормон чувствительного, как мы с вами видели, рака в предстоятельности железы. Или для первой линии кастрационно-резистентного метастетического процесса. Уважаемые коллеги, это, в общем-то, все, что я хотел сегодня сказать. На это заключение. Благодарю вас за внимание. И я, по-моему, уложился в наш регламент. И поэтому, пожалуйста, какие возникли вопросы или замечания, я готов. Большое спасибо, Борис Яковлевич, за предоставленную информацию. Вас всегда очень приятно слушать. И вы в доступной форме нам разложили всю информацию. И особо большое спасибо, что вы обозначили место бикулутамиды. Я думаю, многие доктора вспомнили, когда его нужно назначить, когда не стоит его назначать. И, конечно, по следующих препаратах тоже. Уважаемые коллеги, если есть вопросы, прошу, кто-то, что кто-то хочет высказать. Можете писать в чате. Пока коллеги думают, я думаю, Борис Яковлевич в доступной форме все объяснил, могут ли им возникать вопросы. Какое место парк ингибиторов лечения рака предстательной железы, как, по вашему мнению, аллопорибы при наличии Борисея мутации? И какое место чекпоинт-терапии, как в российской практике, что мы будем ожидать при лечении, наличии микросателлиной нестабильности у пациента? Александр Владимирович, спасибо большое. Очень хороший вопрос. Я просто сказал, что за неимением времени я не стал останавливаться на второй линии терапии у больных к кастрационно-резистентным метастатическим раком. Аллопориб это единственный парк ингибитор, который сегодня зарегистрирован именно для второй линии терапии кастрационно-резистентного метастатического рака. У больных, которые получили терапию энзолутамидом или абиротероном, прогрессировали на фоне этой терапии. И, конечно, больные, которые имеют герминальные или соматические мутации генов репарации ДНК или генов гомологичной рекомбинации. Место, на мой взгляд, которое сегодня очень прочное препарат будет занимать. И сейчас мы проводим такое большое исследование по тестированию мутаций, по определению частоты мутаций. По данным больших исследований, эта частота у больных кастрационно-резистентным раком предстоятельной железы составляет где-то 23-27%. Я имею в виду частота соматических, в первую очередь, конечно, мутаций генов репарации ДНК. Первая вещь – это BRCA2, ну или BRCA2, как кто как называет. BRCA1, CHECK2, CDK12 и ETM. Это наиболее распространенные мутации из этой группы. И мы, кстати, сегодня исследование в ходу, но пока такое впечатление, что даже большую частоту получим. Ну, посмотрим. То есть треть больных, ну, четвертая часть или треть больных эти генетические нарушения может иметь. И, безусловно, они получат преимущество от PARP-ингибиторов. Опять же, почему вот в этом исследовании PROFOUND, где аллопарид, после которого аллопарид был зарегистрирован, его сравнивали тоже с гормональной терапией. То есть больные в первой линии получали один из двух препаратов абиратурона и энзолотамид, рандомизировались на аллопарид, а в группе сравнения был, опять же, гормональный препарат. Ну, то есть если больные получили абиратурон, значит энзолотамид, если он звонит, то абиратурон. Почему такой дизайн был? Потому что в рутинной клинической практике на тот момент это было, в общем-то, очень стандартным явлением из-за того, что доцетоксел больным боялись назначать ввиду токсичности. Ну, это, я думаю, очень хорошо знаете, что действительно в рутинной практике далеко не всем больным доцетоксел, особенно кабазетоксел назначают. И вот действительно у больных, которые прогрессируют на фоне энзолотамиды или абиратурона, имеют мутации, парп-ингибитор, сегодня это только аллопарид, я уже сказал, один препарат из этой группы. Это очень хорошая опция, потому что и выживаемость улучшается в больных, и переносимость этого препарата, конечно, она не идеальная, там анемия, там астенизация, там диарея может быть, но это лучше переносимость, чем у доцетоксела. И, конечно, его можно применять и в третьей линии, когда уже больные доцетоксел получили. Поэтому перспективы, на мой взгляд, очень хорошие. А вот что касается иммунотерапии, здесь, конечно, сложнее, потому что сегодня мы можем назначать пембролизумап у больных только с микросателлитной нестабильностью. Микросателлитная нестабильность, к сожалению, у больных раком предстательной железы это вот, ну, я не знаю, там 2, да меньше, меньше, мне кажется, 2%. Очень редко, очень редко мы выявляем. Что касается эффективности при мутациях, были исследования, которые от тех же самых генов репарации ДНК, что иммуноонкология, чекпоинт-ингибиторы эффективны у больных с мутациями генов репарации ДНК. Но сегодня такие исследования идут, их очень много, и при кастрационной резистенте мы дошли при гормоночувствительном раке. Во что это выявится, я пока не готов предсказать. Пока мы ингибиторы контрольных точек не применяем в рутинной практике. Большое спасибо, Борис Вяковлевич. Уважаемые коллеги, еще раз напоминаю, что вы вопросы можете писать на чат, мы их будем читать, и, конечно, все вопросы ответим. У нас еще время есть, может, тогда еще один вопрос задам, Борис Вяковлевич. Вот у нас в рутинной практике, в принципе, у врачей складывается такое мнение, что последовательно нужно назначать газоридин, потом эзолутамид и жеапулутамид, но мы видели, что у пациентов, которые получают в первой линии эзолутамид и иапулутамид при гормоночувствительном раке предстательной железы, при анестатической форме в том числе, лучшие результаты. И у нас в клинике тоже в первый день они получаются, соответственно, с клиническими рекомендациями. Вы как относитесь? Все-таки последовательно назначать после увеличения уровня ПСА и даже сразу же в первый день стоит? Спасибо, очень хороший вопрос, потому что действительно есть такая точка зрения, что давайте мы начнем там просто с андрогенной депривации, с агонистов, посмотрим, как упадет ПСА. Если хорошо упадет до нуля, так и оставим. Если не хорошо, тогда добавим препарат. На самом деле, я за то, чтобы назначать сразу, потому что в исследовании четко показали. Раннее назначение увеличивает выживаемость больных. Иногда рак предстательной железы, особенно при большом объеме метастатического поражения, у вашего больного может прогрессировать так быстро, что вы начнете ему андрогенную депривацию, а через полгода он уже резистентный. Такие случаи бывают, к сожалению. Поэтому, конечно, лучше назначать сразу комбинированное лечение. Понятно, что мы не всегда имеем такую возможность, но к этому надо стремиться и не надо ждать. Еще один момент, на который я бы хотел обратить внимание, потому что я просто за неимением времени на нем и останавливался, очень важно все-таки, несмотря на то, что мы проводим комбинированную терапию, все равно контролировать уровень тестостерона и добиваться, если вы проводите медикаментозную кастрацию, тем же газорелином, бусирелином, трептерелином, не важно, лепролилином, чтобы мы добивались кастрационного уровня тестостерона. Вы знаете, что кастрационный уровень, тот, который в гайдлайнах прописан, это 50 нанограмм на децилитр или 1,7 наномоль на литр. Но было показано, что лучшая выживаемость ассоциирована с более глубоким подавлением тестостерона. Это 20 нанограмм на децилитр или 0,7. И значение надо добивать. И это надо смотреть. Понимаете, если один препарат вам это не дает, лучше сменить на другой препарат и добиться подавления. Потому что комбинация хорошо, а все-таки тестостерон мы должны подавлять наиболее глубоко. Это тоже залог увеличения выживаемости. И еще один момент, это уже я не отвечаю, Александр Ильич, на ваш вопрос, но просто с практических позиций это важно, потому что мы часто видим, к сожалению, такую вещь. Когда больной с развившейся кастрационной резистентностью рака предстоятельной железы попадает к химиотерапевту на консультацию или на лечение, химиотерапевт часто, и онколог его передает и как бы, да, уходит в сторону. Ну, в ряде случаев такое бывает. То что мы часто видим? Что медицинский онколог назначает больному, например, доцитоксел и отменяет агонисты релизинг гормона. Эта практика, я по Москве говорю, в Уфе уверен, такого не происходит. В Москве, к сожалению, сплошная ряда мы видим. Приходит больной, говорит, вот я прогрессирую, ну, в смысле, у меня доцитоксел, но я прогрессирую на фоне доцитоксела. Я говорю, голубчик, а что с препаратами? А препараты мне отменил, химиотерапевт, я их не получаю. Вот это тоже такая ошибка, к сожалению, за которой надо следить. Адель Адвертович, я рад вас видеть на экране. Взаимно, взаимно. Борисович, а можно я вот еще вопрос, может быть, он немножко провокационный будет, но это вопрос очень жизненный. Вот какие все-таки формы агонистов релизинг гормона вы предпочитаете назначать пациентам? Пролонгированные или короткие? Я почему задам этот вопрос? Потому что мы сталкиваемся при лечении наших больных, особенно вот кастрационно резистентных, получающих либо химиотерапию, либо антиандрогены нового поколения, с тем, что не всегда вот тот срок, к сожалению, кастрации и назначение препаратов длительного действия, не всегда тестостерон ниже кастрационного уровня. Вот может быть, это связано с какими-то особенностями введения препарата, может быть, это связано с особенностями организма, может быть, идет более активное расщепление вот этих всасываний. Вот тут как вот по вашему опыту? Знаете, Олег Андреевич, это вопрос очень хороший вы задали, потому что я тоже это наблюдал, конечно. У меня есть объяснение, я не уверен на сто процентов, что оно абсолютно правильное и единственное, но большинство препаратов, ну, элегард, дифириллин, бусириллин, это препараты, которые мы разводим правильно, и которые, в частности, элегард, надо очень правильно развести. К сожалению, на мой взгляд, мы теряем, так вот при этом, и хранить правильно надо, при определенном температурном режиме тоже, это тоже важно. И вот здесь, мне кажется, мы просто теряем на нарушение техники введения этого препарата, на разведение и введение препарата. Мы просто теряем действующее вещество, не потому что его не хватает или оно неправильно высвобождается, да, там, в первый месяц больше, чем в третий, но потому что мы просто меньше будем, чем нужно. Я это наблюдал еще в молодые годы, когда по совместительству работал в поликлинике онкоурологом. Я видел, как сестра это делает и просто видел, какие ошибки осуществляют медсестры при разведении препарата. У меня вот так, чисто практически, такое объяснение, потому что в исследованиях, которые были, пролонгированные формы показали абсолютную идентичность, ну, я имею в виду трехмесячные, шестимесячные, одномесячные депоформы по подавлению тестостерона. Поэтому, мне кажется, здесь есть вот такие моменты. Ну, вот что касается единственной формы газирелина, да, где не нужно разведение препарата, вот согласитесь, что там мы реже видим вот этот... Абсолютно верно. Поэтому, я думаю, так. Спасибо большое за ответ. Контроль качества, значит. Александр Валерьевич. А куда без него? Вы, как администратор, знаете, что это сейчас одно из основных показателей. Большое спасибо за интересные ответы и вопросы, уважаемые коллеги. Еще раз напоминаю, что вы можете писать вопросы в чате. И дальше мы продолжаем наше мероприятие. Борис Яковлевич продолжит тему о новых возможностях первой линии терапии пациентов с уротериальным раком. Потом вторую линию мы с вами обсудим. И у нас клинический случай будет, который тоже приглашаю всех активно участвовать и обсуждать. Спасибо. Пожалуйста, вам слово, Борис Яковлевич. Спасибо, уважаемые коллеги. Но переходим к категории больных, к группе больных уротериальным распространенным раком. Это, конечно, больные гораздо более тяжелые. Больных этих меньше, чем больных раком предстательной железы, но тоже достаточно много. Вот если мы посмотрим мировую статистику, мы увидим, что, ну, десятое место по заболеваемости занимает рак мочевого пузыряного. Это больше полумиллиона больных в год. За 2020 год, вы видите, 573 тысячи в мире было выявлено. 212 с половиной тысяч больных умерли от уротериального рака. В России седьмое место среди онкологических заболеваний у мужчины. 11 место рак мочевого, ну, уротериальный рак, будем так говорить, вы понимаете, потому что биологические опухоли мочевого пузыря и верхних мочевых путей – это одна и та же группа пациентов, пациентов уротериальным раком. Седьмое место у мужчин, 11-е у женщин. И вы понимаете, знаете, что мужчины болеют 5,5-6 раз чаще. И количество больных увеличивается. Вот в 2019 году 117 тысяч 318 пациентов состоит на учете на конец года, состоит на учете в онкологических диспансерах в нашей стране. И вот здесь кривая показывает рост заболеваемости на 34% в течение 10 лет. Это очень приличный рост. Смертность от рака мочевого пузыря, если в целом взять, к счастью, уменьшается. Но в основном это происходит за счет увеличения, естественно, выявляемости неинвазивного мышц, неинвазивного рака. А посмотрите, какие удручающие показатели выживаемости у больных четвертой стадии рака мочевого пузыря мы имеем. Пятилетняя выживаемость только 6%. Это в два раза хуже, чем у больных раком почки. Это еще данные не такие свежие. Но, к сожалению, ситуация по уротолиальному раку не очень хорошо меняется, в лучшую сторону. А посмотрите, что с раком предстоятельной железы вы видите в 4 раза. С половиной меньше выживаемость больных. И вот эти изменения выживаемости, к сожалению, их не было. Если мы посмотрим, вот красная кривая – это выживаемость больных метастатическим уротолиальным раком, которых лечили в 90-е годы, с 1990 по 2000 год. А зеленая кривая – это в первой декаде нашего столетия. И мы с вами видим, что различий ни по медиане, ни по однолетней, двухлетней, трехлетней выживаемости не было. Потому что длительное время была стагнация в области лекарственной терапии уротолиального распространенного рака. Это была фактически только химиотерапия на основе препаратов платины. Конечно, наиболее эффективным препаратом является цисплатин. Исторически это схема МВАК первая, CMV, вы помните. Ну, а потом схема гемцитабин с цисплатином, которая при одинаковой эффективности, но лучшей переносимости стала основной в лечении этих больных. Комбинация с паклитокселом, она не показала преимущества выживаемости, поэтому не, в общем-то, не применяется широко. Проблема, опять же, состоит и состояла в том, вот все эти годы, что цисплатин можно назначить далеко не всем пациентам. Вы знаете, что основными противопоказаниями к назначению цисплатина является хроническая болезнь почек, хроническая почечная недостаточность, снижение клиренса креатинина меньше 60 минут в минуту, а нарушение функции почек, к сожалению, присуще очень большой доле больных с уротелиальным раком, раком мочевого пузыря, в первую очередь, за счет блока инфра- и суправизикального, за счет инфекционно-воспалительных процессов мочевых путей, поэтому по этому показанию мы очень часто не можем назначить цисплатин. Второе основное противопоказание цисплатина – это снижение соматического статуса больных. Опять же, это очень нередкое явление, потому что больные в основном – это мужчины пожилого и старческого возраста. Во-первых, сам по себе процесс очень быстро приводит к снижению соматического статуса и за счет кровотечения, гематурии, и за счет инфекционно-воспалительных сопутствующих процессов со стороны мочевых путей, за счет почечной недостаточности, и плюс интеркурентные заболевания. Все это ведет к снижению соматического статуса, опять же, являясь противопоказанием назначению цисплатина. Кроме того, есть более редкие показания – это тугоухость тяжелая, это нейропатия тяжелой степени и сердечно-сосудистая недостаточность тоже в третьей степени и более. По самым оптимистическим оценкам, только 50% больных можно назначить цисплатин. Но дальше я вам покажу, что в реальной практике происходит. Что делать у больных, которым цисплатин нельзя назначить? Его надо менять на карбоплатин, который является гораздо менее эффективным препаратом. Вот на этих кривых вы очень можете четко видеть, при применении цисплатин, содержащих схем химиотерапии, мы можем добиваться медиана выживаемости, общей выживаемости больных с метастатическим уротолярным раком 14-15 месяцев. При замене на карбоплатин практически в два раза уменьшается и выживаемость медиана, вы видите, не больше 8-9 месяцев. Но вот я сказал, что в реальной клинической практике ситуация еще более пессимистически выглядит. Это исследование не такое старое, 2014 год. Анализ популяционного регистра Соединенных Штатов Америки. Вы знаете, у них есть такая база данных СИР, которая, кстати, может туда любой желающий зайти, ну, запрос послать и проанализировать те или иные группы больных, которые включены в этот регистр. Так вот, посмотрите, 1031 больной с метастатическим или неоперабельным местно распространенным раком мочевого пузыря. 48,4% больных не получили вообще никакой химиотерапии. Вообще никакой, почти половина. Цисплатин получил только каждый пятый больной. Посмотрите, 20,5%. Еще 26% больных получили кармоклотин. Вот она реальная клиническая практика. Я думаю, что до недавнего времени и в нашей стране она, к сожалению, не сильно отличалась. Не потому, что мы не хотим лечить этих. Но, кстати, на самом деле этих больных не любят лечить химиотерапевта. Простите меня, коллеги. Но действительно, я приводил просто наглядный пример, какой нормальный химиотерапевт в здравом уме захочет лечить больного уротелиальным распространенным раком, когда он может о его приближении судить за, еще когда больной только еще к кабинету подходит по запаху мочи. И когда он заходит к нему в кабинет, вот этот старый дед, и выкладывает ему на стол два мешка от двух нефростом с кровавой мочой, и эта моча капает на пол в кабинете этого медицинского онколога, а у него за порогом сидят молодые румяные женщины, больные раком молочной железы. Но какой нормальный химиотерапевт захочет лечить таких больных? Поэтому, к сожалению, они, во-первых, они, конечно, требуют всегда коллегиального участия и уролога на всех стадиях, и химиотерапевта. И, конечно, часто просто вот ввиду такого плохого соматического статуса эти больные не получают эффективной химиотерапии. Но и что, в общем-то, я считаю, коренным образом изменило результаты лечения и меняет, вернее, так скажем, меняет результаты лечения в лучшую сторону, это, конечно, внедрение в клиническую практику ингибиторов контрольных точек иммунитета. Сегодня для рака мочевого, уротериального рака зарегистрировано пять препаратов. Из этой группы, по-моему, ни для одной другой опухоли такого количества не зарегистрировано. Но это FDA зарегистрировало. В России сегодня три препарата пока используются. Это залезумаб, неволумаб и пембролезумаб. В основном, вернее, исторически, конечно, они были сначала зарегистрированы для второй линии терапии после химиотерапии. Но сегодня все более и более активно мы применяем эти препараты в первой линии терапии. И большое количество исследований в последние годы были проведены по возможностям комбинированного применения химиотерапии и иммунотерапии, потому что, как вы понимаете, этот подход очень привлекательный теоретически у больных уротериальным, местно распространенным неоперабельным или метастатическим раком. Далеко не все исследования, к сожалению, оказались позитивными. Вот, например, исследование Кинот-361, исследование Деньюк не показали преимущества комбинации химиотерапии с иммуно-онкологическими препаратами перед химиотерапией. И пока единственным протоколом, который показал, что эта комбинация выигрывает, является протоколом ВИГР-130. Это было крупное исследование, рандомизированное, включающее 1213 больных. Естественное исследование третьей фазы, которое включали больных с местно распространенным неоперабельным или метастатическим уротериальным раком. Причем сначально, извините, изначально включали больных, которым был противопоказан цисплатин, а потом стали включать больных, которым цисплатин можно было тоже применить. Соответственно, здесь были больные, которые получали и цисплатин, и карбоплатин. И больных рандомизировали на три группы. Это были группы, вот группа С, это больные, которые получали только химиотерапию, ну химиотерапия с плацебо, а группа А, это химиотерапия в комбинации с отезолизумабом. И группа Б, это была группа монотерапии отезолизумаба. Вы знаете, это отезолизумаб, это антипидиэль препарат, который ингибирует молекулы легант, молекулы программированные клеточной смерти, экспрессирующиеся Т-лимфоцитами. И что показал этот протокол? Да, но что касается характеристики больных, то посмотрите. У 37% больных был один фактор риска по Байорину, это или снижение соматического статуса, или наличие висцеральных метастазов. А у 24% больных были два фактора риска, или наличие метастазов в печени, которые, конечно, резко ухудшают варианты терапии этих больных. Даже, посмотрите, у 13% и 10% больных в этом исследовании был статус 2 по шкале ЕКОК. То есть это очень тяжелая популяция больных. И 70% пациентов получали в составе химиотерапии именно карбоплотин. 30% получали цисплотин. Вот это реальная, кстати, клиническая практика. То, что действительно большая часть наших пациентов не может получить химиотерапию цисплотином. Общая выживаемость больных, здесь первичными точками была и выживаемость без прогрессии, и общая. Общая выживаемость больных в группе комбинированной химио-иммунотерапии, как вы видите, была лучше. И медиана составила 16 месяцев при комбинации химиотерапии с отезолизумабом и 13,4 месяцев в группе химиотерапии плюс плацебо. Эти различия в общей выживаемости пока не достигли того уровня значимости статистических различий, который был запланирован. Но предстоит еще один анализ. И есть надежда, потому что вы видите, кривые расходятся с течением времени, что этот уровень будет достигнут. Если мы посмотрим по подгруппам, то здесь бросается в глаза, что наибольшее преимущество в общей выживаемости при комбинации химиотерапии с отезолизумабом было достигнуто у больных, которые получали в качестве препарата платины именно цисплотин. Посмотрите, 21,7 месяцев медиана выживаемости у больных, которые получили цисплотин, содержащую химиотерапию вместе с отезолизумабом. Это на 7 месяцев больше, чем в группе только химиотерапии. И вообще, вы помните, я вам показывал кривые, где медиана выживаемости на фоне цисплотин, содержащей схемы была 14-15 месяцев. Здесь уже почти 22 месяца. То есть существенное увеличение выживаемости больных. Что касается выживаемости без прогрессирования, по этой конечной точке, протокол исследования уже является положительным, потому что здесь достигнуто статистически достоверное преимущество выживаемости без прогрессирования при комбинации химиотерапии с отезолизумабом по сравнению только с химиотерапией. Ну, химиотерапия плюс плацебо, вы видите, 8,2 месяца медиана против 6,2 месяца. И опять же, если мы посмотрим на этот форестплот, мы увидим, что преимущество выживаемости без прогрессирования было достигнуто практически во всех прогностических группах, но в большей степени у больных, которые получали цисплотин, и в большей степени у больных с одним или отсутствием факторов плохого прогноза. Интересный очень, да, ну по объективному ответу, по частоте регрессии объективно подтвержденных, вы видите, в общем, частота была примерно одинаковой в группе комбинированной терапии химиотерапии плюс отезолизумаб и химиотерапии 47 и 44%. Но частота полных регрессии при добавлении химиотерапии отезолизумаб составила 13%, практически в два раза больше, чем частота полных регрессий в группе химиотерапии плюс плацебо. Здесь всего лишь 7%. И очень интересные данные показал анализ выживаемости больных в группе B, в группе, которые получали монотерапию отезолизумабом. Как вы знаете, эффективность терапии ингибиторами контрольных точек у больных уротелиальным раком, конечно, во многом зависит от экспрессии леганда PD-L1 в опухолевых клетках и в иммунокомпетентных клетках в микроокружении опухоли. Так вот, если взять целые группы больных полностью, то здесь, как вы видите, существенных различий не было выживаемости больных, которые получали отезолизумаб и которые получали химиотерапию. Но вот на этих графиках показана выживаемость у больных с PD-L позитивными опухолями, когда экспрессия PD-L на иммунокомпетентных клетках в опухолевой ткани составляла 5% и более. Вот правый график. Посмотрите, здесь выживаемость больных в группе отезолизумаба, медиана выживаемости, еще даже не достигнута в группе химиотерапии 17-8 месяцев и преимущества выживаемости, они достоверные, на 32% отезолизумаб увеличивает выживаемость больных, снижает риск смерти больных. В группе больных с отсутствием гиперэкспрессии PD-L различий выживаемости достигнуты не было. И у больных с цисплотин, так называемых цисплотин неподходящих, то есть у которых невозможно было назначить цисплотин, которые получали кармоплотин, у больных с высокой экспрессии PD-L1 мы с вами видим еще более достоверные различия в пользу отезолизумаба, в пользу монотерапии отезолизумаба. Здесь медиана составила 18,6 месяца и только 10 месяцев в группе химиотерапии, то есть на почти 9 месяцев было преимущество выживаемости. Это больные, которые не могли получать цисплотин по тем или иным причинам. Вот так вот на 9 месяцев у них была лучше выживаемость при монотерапии отезолизумаба по сравнению с химиотерапией кармоплотином. И поэтому, конечно, сегодня у больных с гиперэкспрессией леганда, которым цисплотин противопоказан, монотерапия отезолизумабом, ну или пембролизумабом, тоже это зарегистрирован препарат, является терапией выбора. А вот у кого цисплотин возможно назначить, вы видели комбинация цисплотин, содержащая химиотерапию с отезолизумабом, приводит к увеличению выживаемости до 21 месяца. И, на мой взгляд, это тоже сегодня метод выбора. Но монотерапия отезолизумабом у педели позитивных пациентов приводила к 66% контролю над заболеванием, 9% полных регрессий, 30% частичных регрессий, 27% стабилизации процесса. И вы знаете, что ингибиторы контрольных точек очень неплохо переносятся. Вот если мы посмотрим на частоту нежелательных явлений, мы с вами увидим, ну, тяжелой степени, 3-4 степени, что в монотерапии отезолизумаб только у 15% больных приводил к развитию нежелательных явлений 3-4 степени. Но при этом и комбинация отезолизумаба с химиотерапией тоже переносилась не хуже, чем просто химиотерапия. Вы видите, частота нежелательных явлений 3-4 степени, это 81%, и там и там. То есть добавление отезолизумаба к химиотерапии не приводит к увеличению токсичности. И мы с вами видим, что досрочное прекращение терапии было не намного чаще практически в том же проценте случаев, что и в группе только химиотерапии. Нежелательные явления тяжелой степени, которые приводили к досрочному прекращению лечения, с одинаковой частотой наблюдались в группе химиотерапии и комбинации химиотерапии с отезолизумабом. То есть мы можем с вами констатировать, что комбинация химиотерапии с отезолизумабом не приводит к увеличению токсичности. Но, конечно, мы всегда должны помнить при назначении чекпоинта ингибиторов о возможности развития иммуноопосредованных нежелательных явлений. И вот здесь среди наиболее часто возникающих реакций нежелательных явлений, которые могут быть связаны, которые могут рассматриваться как иммуноопосредованные, были, вот вы видите, гепатиты, но, правда, в основном это повышение трансаминаз, естественно, кожная токсичность на первом месте, сыпь, гепатиты и гипогипертиреоз. Конечно, мы всегда об этом должны помнить, потому что вы прекрасно понимаете, коллеги, что для иммуноопосредованных нежелательных явлений очень важно их вовремя выявлять, когда еще первая, вторая степень тяжести. Это очень легко путем прерывания терапии, путем назначения кортикостероидов их купировать и возобновлять даже лечение в последующем достаточно спокойном. Нельзя допускать развития третьей, четвертой степени иммуноопосредованных нежелательных явлений. Нужно к этому стремиться, чтобы не допускать этого, потому что на этой стадии, конечно, их лечить уже бывает значительно сложнее. И качество жизни больных, которые получали комбинированную иммунотерапию, химио-иммунотерапию, то есть комбинацию химиотерапии с отозелизумабом, как вы видите, было не хуже, а даже несколько лучше на протяжении всего периода лечения, чем качество жизни больных в группе только химиотерапии. И время до ухудшения качества жизни, которое, конечно, неизбежно наступает при прогрессировании процесса, оно тоже было дольше, существенно дольше в группе комбинированной иммуно-химиотерапии, чем в группе химиотерапии плюс плацебо. Этот режим комбинации химиотерапии с отозелизумабом, платиносодержащий, цисплатином или карвоплатином с отозелизумабом, сегодня зарегистрирован. Для отозелизумаба это показание в России зарегистрировано в качестве комбинации с химиотерапией вне зависимости от уровня экспрессии. Вот если мы назначаем монотерапию отозелизумабом или пембролизумабом при противопоказаниях цисплатину, Но мы обязательно должны определить уровень экспрессии ПДЛ. Только при гиперэкспрессии мы можем назначить монотерапию ингибиторами контрольных точек. А вот в комбинации с платинно-содержащей химиотерапией от азолизумаб мы можем назначать вне зависимости от уровня экспрессии ПДЛ. И таким образом этот метод лечения, он, вы видите, существенно расширяет наши возможности. Он увеличивает, это принято и модно сейчас говорит, ландшафт лекарственной терапии у больных с раком мочевого пузыря, с уротериальным раком, местно распространенным или метастатическим. Потому что мы можем у больных, которые могут получить химиотерапию с исплатином, назначить вместе с этой химиотерапией комбинацию от азолизумаб. Вы видели, что потенциально мы можем увеличить выживаемость до 21,5 месяца. В случае, если мы не можем назначить с исплатин, мы определяем экспрессию ПДЛ-1. И если имеем гиперэкспрессию, мы можем назначить монотерапию от азолизумаба или пембролизумаба. Если гиперэкспрессии нет, мы назначаем химиотерапию на основе карбоплотина. Но опять же, мы можем использовать комбинацию, чтобы увеличить ее эффективность с азолизумабом даже у больных без гиперэкспрессии. Ну и, наконец, у больных, которые не могут получить вообще никакой химиотерапии, к сожалению, такие больные есть, мы можем назначить ингибиторы контрольных точек даже при отсутствии гиперэкспрессии леганда. Ну и, соответственно, у больных во второй линии после химиотерапии мы можем назначить также любой из трех препаратов, извините, которые относятся к ингибиторам контрольных точек. Вот таким образом сегодня обстоит дело с лекарственной терапией. Да, идут исследования по неодювантной терапии, по одювантной. И сегодня уже есть, вы знаете, на АСК и ГЮ были доложены результаты по применению одювантной терапии у больных после цистектомии, которые показали увеличение выживаемости при применении одювантной терапии ингибиторами контрольных точек после радикальной цистектомии с неблагоприятными факторами прогноза. Идут исследования по применению этих препаратов у больных с немышечно-инвазивным раком и челопузыря, а резистентным к БЦЖ терапии тоже очень интересные результаты мы получаем. Конечно, я уверен, что будут появляться новые и новые варианты применения иммунотерапии у больных уротелиальным раком. И уже сегодня, вы видите, таких вариантов существует немало, ими надо пользоваться. Я благодарю вас за внимание. Борис Яковлевич, а можно вопрос задать? Вот очень часто, ну сейчас намного реже, особенно раньше это было, наши пациенты, возвращаясь из федерального центра, получали заключение с рекомендацией препарата ВИМФУНЕР. Вот на какое место этот препарат сейчас занимает в лечении метастатического уротелинального рака? Спасибо, Адель Альбертович. ВИМФУНИН зарегистрирован для второй линии терапии у больных, которые получили платиносодержащую химиотерапию, прогрессировали, и вот у них можно назначить терапию ЖАЛОРа, ВИМФУНИН. Но дело в том, что вот это исследование, где ВИМФУНИН изучался, там группа сравнения была Best Support of Care, наилучшая поддерживающая терапия. И если говорить откровенно, то в общей популяции больных, которые были включены в это исследование, ВИМФУНИН не показал статистически достоверного преимущества. Потом, когда исключили больных, которые были включены в это исследование с нарушением критерия включения, ну, вы, как опытный тоже исследователь, знаете, что всегда пролезают больные с нашей помощью в исследование, которые по критериям включения не должны туда попасть. Но когда их исключили, то оказалось, что у ВИМФУНИНа есть статистически достоверное преимущество. Это не убедило FDA, поэтому в Северной Америке препарат не зарегистрирован, но в Европе и в России он был зарегистрирован. Препарат неплохой, но сегодня, когда мы можем во второй линии терапии, если больные получили уже химиотерапию, провести терапию ингибиторами контрольных точек, я отдаю, конечно, предпочтение этим препаратам, потому что те результаты, которые мы получаем, они лучше. Надо понимать, что чекпоинт-ингибиторы дают эффект далеко не у всех больных. Но это примерно 20-30 процентов пациентов от всей популяции. Но у кого этот эффект есть, это может быть очень длительным. Даже во второй линии. У меня есть больные, я их иногда, эти примеры показываю, которые уже по три с лишним года живут с множественными метастазами во второй линии терапии на фоне лечения ингибиторами контрольных точек. Поэтому я отдаю преимущество им. Если их нельзя назначить, например, в связи с наличием аутоиммунных заболеваний у больного, почему не назначить винфунин? Да, винфунин можно тоже применить. Спасибо большое. Большое спасибо, Адель Бертич, Борис Яковлевич. У нас поступили вопросы, в чате имеются. Позвольте, зачитаем. Практикующие врачи у нас большое количество участвуют на данном мероприятии. И вот вопрос. Пациенты, простатитамия, отмечается рост ПСА, по остеосинтеграфии метастазы не выявлено. По данным ПТКТ метастазы не выявлено. Медикаментозная андрогенная депривация ПСА при этом на нуле. Имеется ли необходимость назначения энзолутамида? Да, спасибо. Хороший очень вопрос. В этой ситуации нет, конечно, на сегодняшний день, не имею, потому что у больного эффективно вы лечите биохимический рецидив. Я так понимаю, андрогенная депривация была назначена по поводу биохимического прогрессирования. Здесь на это не сказано, но, видимо, так. И если вы добиваетесь снижения ПСА до нуля, значит, у вас гормоночувствительный рак, биохимический рецидив, гормоночувствительный процесс, вы его эффективно купируете, поэтому не нужно добавлять энзолутамид. Другое дело, что сейчас идет исследование, эмбарк, где как раз вот у таких больных с биохимическим прогрессированием изучается комбинация энзолутамида с андрогенно-депривационной терапией и монотерапией энзолутамидом без андрогенной депривации. Но исследование идет, результатов пока нет, поэтому на сегодняшний день нет, не нужен. Спасибо большое. Как вы считаете, а вот в данной ситуации, если действительно по ПКТ, ПКТ, кстати, с Галлием делали, да? Он не уточняется? Здесь информации нет. ПСМА, не ПСМА. Ну ладно, если по ПКТ действительно нет отдаленных метастазов, если провести ему в одеванте лучевую терапию в данной ситуации. Да, но это надо смотреть на характеристики, во-первых, патоморфологии после простатоктомии, был ли там позитивный край, глисон. Понимаете, все-таки сегодня, если это не одевантная спасительная лучевая терапия, если говорить о спасительной лучевой терапии, то мы сегодня, даже не мы, а лучевые терапевты, в первую очередь, ориентируются на ПЭТ. Они уже не хотят назначать, если не видят при ПЭТе накопление препаратов. Хотя, на мой взгляд, это не совсем правильно. Почему? Мы с вами знаем исследования, которые показывают, что чем меньше уровень маркера при биохимическом рецидиве после простатоктомии, при котором начинали спасительную лучевую терапию, тем лучше выживаемость этих больных. Мы с вами знаем, что ПЭТ далеко не всегда, ну, даже с ПСМР, не всегда может показать при низком маркере, там, до 0,5 накоплений в ложе. Поэтому, если, например, у этого больного был позитивный край, и у него небольшой и медленный рост ПСА, я даже без ПЭТ буду рекомендовать спасительную лучевую терапию. Но это надо смотреть по томорфологии после простатоктомии. Если там, например, ГЛИСОН 9 или 10, я, наверное, не буду рекомендовать лучевую терапию, потому что мы понимаем, что риск генерализации у этого больного гораздо выше. Спасибо. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Дальше мы продолжаем наше мероприятие. Следующий доклад у меня будет, и у нас будет два клинических случая с разных медицинских учреждений. Мы стараемся привлекать максимальное количество специалистов, которые занимаются лечением пациентов. Пожалуйста, запустите мой доклад. Александр Владимирович, он уже стоит, вы просто стрелкой листаете вперед, и он уже там стоит в презентации. А, все, хорошо. Да, еще раз добрый день, уважаемые коллеги. Мы с вами рассмотрим возможности иммунотерапии во второй длине у пациентов у ротериального рака. Действительно, это та группа пациентов, которые тяжелое коморбидное состояние имеют, плохой функциональный статус, и результаты метаанализа 150 клинических исследований показало, что при лечении пациентов мы можем добиться медиана общей выживаемости от 6 месяцев до 10 месяцев. И на самом деле, в этом метаанализе были включены пациенты, у которых хорошее состояние было, и которым было показано назначение химиотерапии. Они могли перенести химиотерапию. Как уже Борис Яковлев сказал, до этого в основном у нас это те пациенты, которые находятся в тяжелом состоянии. И не все пациенты могут перенести химиотерапию. Если мы говорим о лечении данной группы пациентов, то нужно отметить, что имеются три прогностических фактора. Это мы оценим уровень гемоглобина, меньше 10 грамм на децилитр, обязательно оценивается уровень наличия метастазов в печени и функциональный статус при единице или выше. При наличии хотя бы одного из факторов риска общее выживание пациентов уменьшается. При отсутствии факторов риска мы отмечаем, что медиана общего выживания составляет 11,5 месяцев. При наличии хоть одного из выше перечисленных факторов риска медиана общего выживания 7,3 месяца. Ну а при наличии трех факторов риска это 2,4 месяца. У данной группы пациентов. Но в принципе с появлением новых препаратов чехпоинтерапии у нас появляются новые возможности. У нас пациенты особенно в тяжелом состоянии имеют возможность получать терапию такими препаратами, как отезолизумаб, нибулумаб, и пемброзумаб. В принципе мы в своей практике все эти препараты применяем для лечения наших пациентов. И эффективность применения отезолизумаба представила исследование имбигра-210. Во второй, как говорится, исследование было включено у 310 пациентов с местно распространенным метастатическим и рахлопно-клеточной карциномой уротелия. При этом у всех пациентов брали образец опухолевой ткани для определения уровня экспрессии ИДЛ-1. У пациента включаясь после прогрессированного заболевания во время или после химиотерапии на основе препаратов Платины, при этом у пациентов клиренс кротинина было больше 30 мл в минуту и функциональный статус 0,1 балл. И как и в любом исследовании у пациентов оценивалась частота объективного ответа выживаемость без прогрессирования общая выживаемость у данных пациентов и это исследование позволило зарегистрировать данный препарат в ускоренном режиме и в последующем у нас тоже начали назначать данную терапию. По результатам исследований мы видим, что частота объективного ответа у пациентов была 16%, полный ответ был у 7% пациентов, медиана продолжительности полного ответа была у 28-24% в месяцах медиана длительности последующего наблюдения 32,9 месяцев согласились, что это хорошие результаты особенно в той ситуации когда мы до этого применяли стандартную роженную терапию которую в принципе не все пациенты могут переносить. но пациенты также были стратифицированы по уровню экспрессии пидиоладин на иммун компетентных клетках учитывалось уровень экспрессии меньше 1%, от 1 до 5% и более 5%. И при этом частота объективного ответа у пациентов у всей группы пациентов было 16%, а при оценке по аэрисису это было 20%. И результаты исследований также показали, что при медиане наблюдения 329 месяцев отезонезумаб продемонстрировал эффективность и долгосрочное преимущество в общей выживаемости. Мы видим, что медиана общей выживаемости при этом была 790 месяцев. Духлетняя общая выживаемость составила 23%. Достаточно хорошие показатели для лечения пациентов с данной патологией. И как и при любом лечении мы учитываем всегда нежелательные явления у пациентов. В общей популяции только у 4% пациентов были нежелательные явления, которые приводили к прекращению терапии. У 18% пациентов было нежелательные явления до 4-й степени. Но и у двух процентов по тем или иным причинам пришлось приостановить лечение, но и с последующим продолжением терапии. Основные нежелательные явления, которые встречаются это Это утомляемость, тошнота, зуб, ну и все остальные нежелательные явления, которыми мы встречаемся при назначении чекпоэнтерапии, как при уротелиальной мракии, так и при других локализациях. И кого мы лечим? Опять же хочется напомнить, что это те пациенты, которые с тяжелым гоморбидным фоном, с низким соматическим статусом. Это те пациенты, у которых имеется блок оттока мочи, хроническая мочевая инфекция. И это пожилые пациенты, средний возраст которых составляет 73 года. Если в клиническом исследовании мы включаем для лечения определенную группу пациентов, это небольшая группа пациентов, однородная популяция пациентов, которые соответствуют строгим критериям, то в реальной клинической практике каждый из вас сталкивается с тем, что к нам на лечение обращаются, с лечением обращаются разные пациенты. Это и те пациенты, которые имеют сопутствующие заболевания и получают гормональную терапию, получают также терапию по поводу сопутствующих заболеваний. И эти пациенты тоже нужно лечить. И для лечения пациентов на второй линии терапии распространенного урода реального рака из клинических исследований были исключены. Как и во многих исследований, это пациенты, у которых имеются метастазы центральной нервной системы, это аутоиммунные заболевания, которые требуют также сопутствующей терапии, это наличие у пациентов ВИЧ-инфекции, пациентов, которые получают стероиды по поводу сопутствующей терапии, пациентов, у которых имеется почечная недостаточность, также функциональный статус больше единицы. Другой исследователь СОУ показал результаты лечения пациентов, куда были включены все пациенты, широкая группа пациентов с неизмеряемыми поражениями статическими, функциональный статус 0,2 балла, пациенты, которые прогрессировали на предшествующей терапии без исключения препаратов платины, клиренс креотинина у пациентов, и включая сети, у которых был клиренс креотинина больше 15 мл в минуту, метастазовцы на эсэмилии, но которые были контролируемы стабильным состоянием боли, пациенты, которые получали терапию стероидами, пациенты с аутоиммунными заболеваниями, также были включены пациенты, которые нуждались в почечном диализе и с ВИЧ-положительным статусом. В этом исследовании пациенты получали терапию, антипидиол препаратом, антипидиол препаратом от эсэмилизума, 1200 мл в трубе на 1 раз в 3 недели. И как и в любом исследовании оценивалась безопасность, общая выживаемость, ну и другие показатели, которые представлены на слайде. Здесь представлены информации о характеристиках пациентов, которые были включены в исследование. Это пациенты с метастазом головного мозга, 14 пациентов, скорость глубочкой фильтрации меньше 30 мл в минуту тоже были включены и получали данную терапию. Было 46 пациентов из 997 пациентов. Также были пациенты, которые имели аутоиммунные заболевания, принимали стероиды и с ВИЧ-позитивным статусом. И в общей популяции получили такую картину, что медиана общей выживаемости у пациентов было 8,7 месяцев. Но при этом 12 месяцев выживаемость, 41%. Если мы помним второй слайд, который был представлен, там медиана общей выживаемости во второй линии терапии предназначили дубы и схем химотерапии по выбору врача было от 6 до 10 месяцев. Согласились, что это хорошие результаты для лечения таких тяжелых пациентов. И, подводя итог, нужно отметить, что контрольных заболеваний был достигнут у 40% пациентов. Информацию о том, что одноление выживаемости в 41% я уже представил, обозначил. И 6-месячный выживаемость, общий выживаемость у пациентов было 60% данным исследованием. И очень интересные и хорошие результаты получили в плане длительности ответа. У половины пациентов от этих 6-м лечения сохранялся ответ более 16 месяцев на момент исследования. И из этой группы пациентов, которые получали лечение, 643 пациента выделили. Это с храной функцией. Это те пациенты, у которых функциональная статуса была меньше единицы, меньше равно единицы, у которых не было аутоиммунного заболевания, метастатического поражения в СНС, и даже не было неадекватной почечной дисфункции. И при этом у этой группы пациентов мы видим, что медиан общей выживаемости было 10 месяцев. Согласитесь с тем, что данные показатели практически соответствуют тем данным, которые были представлены при лечении другими схемами терапии, более тассичными химиопрепаратами. И при этом эффективность терапии в сохранной популяции показала, что контрольных заболеваний был достигнут у 40% пациентов. Медианной длительности ответа было около 16 месяцев по исследованию. И на что хочу обратить внимание, это безопасность по результатам исследования. Было отмечено, что отезонезума продемонстрировал более благоприятный профиль безопасности, чем какой-либо другой вариант лечения для пациентов по сравнению с другими исследованиями. Мы видим, что среди нежелательных явлений кроватого – это астения, усталость, снижение аппетита. В принципе, все эти нежелательные явления, которые можно контролировать и продолжать терапию пациентам. Также было определено, как же будет зависеть общий выживаемость от возраста пациентов. Старше 65 лет, старше 75 лет, или старше 80 лет, в принципе, общий выживаемость была аналогичной во всех проанализированных подгруппах. Но принято решение оценить по уровню эпиделоэкспрессии у пациентов. При этом оценивалось уровень экспрессии от 0 меньше 1%, от 1 до 5%. И была группа пациентов, у которых уровень экспрессии было больше 5%. И, конечно, вполне логично ожидать, что у той группы пациентов, у которых было экспрессии более 5%, общая выживаемость была выше. Медианная общая выживаемость при этом составила 1,6 месяца против 7,9 месяцев по сравнению с остальной группой. И нужно отметить, что при назначении иммунотерапии мы с этим сталкиваемся достаточно часто. У пациентов развиваются те и иные осложнения. Здесь хотелось бы отметить, что при назначении антипедиадентерапии частота развития нежелательных явлений значительно выше, чем при назначении антипедиадентерапии. Ну и разница составляет 58%. Это было подтверждено на 125 клинических исследованиях. Мета-анализ был проведен, где исследование было включено более 20 тысяч пациентов. Но при этом хочу отметить, что мы в клинике для лечения рака мочевого пузыря или уродилиального рака в верхних мочевых пузыря и применяем. Также и препараты, как атезодизуман, так и пемброзуман, пенегулуман. К счастью, на данном этапе пациент, который получает лечение, хорошо приносит лечение. И в соответствии с клиническими рекомендациями мы пациенту назначаем данную терапию во второй линии, как это представлено на слайде, после прогрессии на предыдущую кинетерапию. Или можно также назначать данную терапию при уродилиальном раке в верхнем мочевыводящем пути атезодизумабом при экспрессии более 5% или же при экспрессии более 10% пемброзумабом. Но при этом нужно соответствующее исследование проводить по определению предела экспрессии с учетом и наличием соответствующих уклонов для иммунодисхримического исследования. И конечно же, если мы тоже представлено применение чиппоин-терапии для пациентов с уродилиальным раком. Как с учетом предшествующей терапии, так и без предшествующей терапии. Здесь хотелось бы обозначить информацию, что благодаря государственной программе, федеральной программе, у нас имеются возможности назначения терапии пациентам как с атезодизумабом, так и другими чиппоин-препаратами. Мы видим, что в 2020 году целевой показатель по смертности был 201,8, но достигло 69,2, что показатель был достигнут. Но здесь также нужно отметить, что это достигается и благодаря применению современных препаратов, благодаря также определению тазом, красотелиной нестабильности, педелоэкспрессии, благодаря применению молекулярно-генетических исследований. И нужно отметить, что отмечается увеличение финансирования на лечение пациентов со злокачественными новообразованиями на 35%, что также нам позволит в последующем назначать соответствующие препараты для пациентов. И хотелось бы также отметить, что по постановлению правительства 2020 года отмечается увеличение стоимости одного законченного случая по нормативу финансирования в 2021 году по сравнению с 2020 годом. В принципе, это нами позволяет лечить наших пациентов с данными патологиями, с злокачественными новообразованиями. Здесь хотел отметить, что финансирование также продолжается. В 2021 году для КТ, для МРТ, для эндоскопических исследований, для молекулярно и ангетических исследований. Цифра меньше, чуть по сравнению с 2020 годом, но тем не менее это позволяет нам проводить молекулярно и ангетические исследования для пациентов со злокачественным новообразованием, также и при раке мочевого пузыря, при уротелиальном раке. Позвольте заключить свой доклад, уважаемые коллеги. Хотелось бы отметить, что нужно при диагностике обязательно прибегать к мультидисциплинарному подходу при определении тактки лечения и при установке диагноза для пациентов. Обязательно нужно понимать биологию опухоли, проводить молекулярно-генетические исследования для пациентов, чтобы соответственно подбирать соответствующие аргентные препараты и при выборе правильного лечения конечно мы будем добиваться лучших результатов в лечении как общей выжимаемости пациентов, так и выжимаемости без прогрессирования. Уважаемые коллеги, у меня на этом все. Если есть вопросы, пожалуйста, пишите в чат. Борис Яковлевич, дальше продолжим с клиническими случаями? Да, давайте, конечно. Так, у нас, уважаемые коллеги, первый клинический случай, это клиника БГМУ, Юлдашева Наталья Олеговна, поделиться клиническим случаем. Прошу прокомментировать, участвовать в дискуссии. Спасибо. Уважаемые коллеги, я рада приветствовать вас в рамках данного образовательного мероприятия. И, конечно же, в первую очередь хочу поблагодарить за предоставленную возможность поделиться клиническим случаем лечения метастатического рака предстательной железы. Нашему пациенту на момент установки диагноза буквально только исполнилось 57 лет, то есть это достаточно молодой мужчина без букета сопутствующих заболеваний. И диагноз, который мы будем обсуждать, это рак предстательной железы стадии 4 группы 4 Т3НХМ1 метастазов кости. По гистологии это умеренно и низко дифференцированная аденокарцинома в предстательной железе сумма по глисон 7 баллов. Пациент обратился к профильному специалисту с жалобами на высокий уровень ПСА. На момент обращения он составлял 170 мг на миллилитр. Конечно же, пациент был направлен на обследование, было проведено трузи малого таза и в предстательной железе в периферической зоне слева ближе к верхушке был выявлен участок с нечетким контуром в режиме ЦБК с единичными сосудами в толще. Также была проведена остеосцентография костей. К сожалению, уже на момент обращения у пациента наблюдалось симптостатическое поражение. Были выявлены 4 очага. На данном слайде мы можем увидеть очаг в средней третьей грудини, в 10-м ребре слева и 2 очага в костях таза. Слева это ближе к центральной части вертоложной впадине и справа ближе к резцово-поддошному сочленению. Конечно же, пациенту была выполнена диапсия в предстательной железе и диагноз морфологически верифицирован. Повторюсь, это умеренно и низкодифференцированная аденокарцинома сумма глисон 7 баллов. С учетом того, что на дворе был 2017 год, пациенту была назначена на то время достаточно популярная опция. Это максимальная андрогенная блокада. То есть были назначены антиандрогены первого поколения бикулатомид в комбинации с аналогами ДНРГ. Плюс также пациент получал осиомодифицирующий агент золидроновую кислоту ввиду мецитатического поражения костей. На данной терапии пациент шел полтора года. Эффективность терапии наблюдалась в виде снижения уровня ПСА до 1,6. Но однако спустя полтора года мы начали видеть неуклонимый рост уровня ПСА. Конечно же уровень тестостерона контролировался. Было рассчитано, что конструкционная резистентность достигнута. Проведено контрольное обследование. В данном случае это было проведено ПЭТ-КТ. На нем были выявлены новые костиобластические очаги. Соответственно, в связи с этим зарегистрирована прогрессия и выбрана новая линия терапии. В данном случае это абиратурон. Пациент данный препарат получал в течение четырех месяцев, к сожалению, с отрицательной динамикой в виде дальнейшего роста уровня ПСА. При контрольном обследовании были обнаружены новые костные очаги, а также увеличение уровня активности в имеющихся очагах. Наиболее активные и крупные я вынесла на данный слайд. В верхней части мы видим очаги метастатические в костях таза, в поясничном позвонке. В нижней части это грудина, грудной позвонок и ребра справа и слева. В связи с прогрессией заболевания у пациента была назначена третья линия терапии доцитоксела, но в связи просто с катастрофическим ростом уровня ПСА было проведено буквально только два курса с последующей сменой терапии. Учитывая только изолированное костное поражение, в качестве следующей опции была выбрана терапия дихлоридом радио изотоп-223. Данное лечение пациент получал в условиях города Екатеринбург было проведено шесть введений по июле 2020 года с положительной динамикой в виде снижения уровня ПСА. И вроде мы должны были праздновать победу, ПСА снижается, однако буквально спустя три недели после завершения терапии изотопом радио у пациента снова наблюдается рост уровня ПСА. была проведена остеосцентография костей. На данном слайде мы можем видеть множественные метастатическое поражение практически всех отделов позвоночника, поражение ребер, костей таза, большебрецовых и бедренных костей. В связи с тем, что у пациента дальнейшая прогрессия в качестве четвертой линии терапии были выбраны антидрогены второго поколения. Это препарат энзолотомид. Что хотелось бы отметить, это хорошее падение уровня ПСА после начала терапии уже буквально спустя месяц. То есть с 201 в июле 2020 года ПСА снизилось до 15,5 в сентябре того же самого года. В дальнейшем уровень ПСА незначительно но снижался и на настоящий момент пациент на данной терапии уже 6 месяцев. И честно говоря, готовясь к данному докладу, я думала, что буду завершать его фразой, что мы надеемся, пациент еще долго будет находиться на данной терапии. Однако буквально на прошлой неделе пациент принес результаты уровня ПСА в динамике и мы наблюдаем его пятикратный рост. На данном слайде мы можем наблюдать динамику уровня ПСА на фоне терапии. Здесь самый длительный, по сути, была самая первая опция это максимальная дрогенная блокада до наступления конструкционной резистентности. Далее в плане эффективности все-таки можно отметить у данного пациента, что достаточно эффективна была опция лечения изотопом радия и линии терапии энзолотомидом. Спасибо за внимание. А можно вопрос? Да, конечно. А органисты в этом время ее получают или может на ней сделать? Да, конечно. Я, возможно, упустила этот момент, но после прогрессии пациента на андрогеноплокаде пациент всей линии терапии получал в сочетании с аналогами ГНРГ плюс также он получал остеомодифицирующий агент. Вы позволите? Можно? Да, да, конечно. Наталья Олеговна, спасибо большое за прекрасное представление этого клинического наблюдения. Ну вот я несколько хотел сделать как бы комментарии. Первое счет по поводу того, что вы сейчас сказали бисосфонатов. Вы начали бисосфонаты этому больному с самого начала лечения как у вас было на самом деле. Да. Вот этого делать не нужно. Это не входит ни в какие рекомендации и это абсолютно не нужно. При гормон чувствительном раке мы с вами получаем эффект если говорить о симптоматике обезболивающей от самой терапии андроген депривационной. Это распространенная очень вот такая практическая в практическом здравоохранении нашей онкологии ошибка когда больные бракопрестательные железы начинают с самого начала проводить терапию зеледронной кислотой. Это еще раз это не входит ни в какие гайдлайны это не нужно потому что для чего боль снимет андрогенная депривация для профилактики или предположим лечения если у больного исходные есть но это редко бывает тяжелая остеопения или остеопороз ну для лечения да но это же другой режим это раз в полгода введение или там введение дэнасумала в 60 мг пролив тоже раз в полгода для профилактики тоже не надо назначать надо делать дэнассиметрию и смотреть какой там риск остеопения и какая степень остеопения поэтому вот это я просто обращаю внимание что это действительно сплошь до рядом он приходит больной с метастазами в костях ему сразу назначают бисосфонат не нужно этого делать во-первых мы должны с вами помнить что заледроновая кислота обладает определенной нефротоксичностью во-вторых мы все с вами знаем про осложнение со стороны полости рта ну и не обязательно некроз нижней челюсти но наверняка вы все сталкивались с проблемами после экстракции зуба на фоне лечения бисосфонатами или ну вообще костно-модифицирующими агентами то есть это первое второе то что вот вы основной показатель эффективности выводите из динамики ПСА дело в том что ну да ПСА очень хороший маркер суррогатный маркер ответа когда мы проводим гормональную терапию будь то андроген депривационная терапия или терапия ну вот энзоутамидом аберротероном это да но когда вы лечите больных доцитоксел и особенно ради там нет такой прямой корреляции с ПСА и не надо ориентироваться на ПСА когда вы лечите больного ради ПСА может расти а эффекты вы можете от костных очагов очень хорошие получить то же самое на доцитокселе ну если там вниз вот только на ПСА ориентироваться нельзя если вы лечите доцитоксел химиотерапию доцитоксел к базе таксел неважно вы должны ориентироваться на симптоматику на объективные данные радиологические и только потом на ПСА в совокупности с клиникой и радиологией только ПСА не является критерием плохой эффективности химиотерапии и третье что я хотел бы отметить это то что вы начали нет вы лечите больного абсолютно правильно абсолютно но просто вот есть нюансы которые я бы хотел подчеркнуть вы начали например обследование со стандартных методов радиологии с антиграфией и КТ или МРТ а потом в процессе терапии вы уже делали ПЭТ вот тоже не надо этого делать потому что вы если сначала бы сделали ПЭТ вы могли получить гораздо больше метастазов увидеть чем при стандартных графии понимаете и вот вы говорите вот мы сделали ПЭТ получили прогрессию это могло быть изначально если бы изначально делали ПЭТ то есть сравнивать разные методы в процессе динамического наблюдения тоже нельзя и ориентироваться на них в плане определения прогрессирования или ремиссии ну вот так что я хотел сказать а дальше по поводу вашего больного ну во-первых опять же ну 60 это не катастрофический рост ПСА надо посмотреть дальше как он будет себя вести сделать обследование радиологическое и посмотреть какие я вижу возможности ну я думаю вы их так же точно видите как и я во-первых определить мутационный статус для того чтобы если будут мутации иметь возможность назначения лопориба во-вторых кабазетоксел вы имеете возможность этому больному провести терапию кабазетоксел спасибо спасибо большое за комментарии большое спасибо Наталье Олеговне Борис Яковлевне за комментарии и мастер-класса уважаемые коллеги если у нас следующий доклад будет Игорь Борисович Тератомака поддерживается к местным случаям тоже прошу прокомментировать и участвовать в обсуждении спасибо Добрый день Мужин, коллеги по всем случаям пациента Наталье 74 года 48 года рождения рактатной железы стадия 2 Наталье доставлен в печени в посте Он стадий на учете с 2015 года когда обратился с ростом ПСА в клейку в РКБ Инкуватова выставил диагноз рактатной железы и на данный момент проведено было лечение на киберноже облучение в дефукционном режиме До 2018 года он шел без прогрессии в 2020 году обнаружили метастазы подзрочной кости и в лебрах начал получать добавили газерилен и дизалидронную тислоту было стабилизации состояния до 2020 года с августа месяца рост ПСА 15 августа 8-81 в сентябре 13-31 назначено лечение нежелутомидом и плюс гранаблокады или пилизин 45 мг прошел два курса рост ПСА продолжался на контрольном компьютерной темографии выявленный в сране метастаз достаточной в печени рост ПСА и на данный момент у нас начали терапию химиотерапию доцсокселла на фоне трех курсов химиотерапии также сейчас в большинстве отмечают рост ПСА до 70 в два раза за месяц в январе определили имеется положительная мутация БРСА сейчас в данный момент продолжаем терапию пока доцсокселла дальнейшая наша тактика на что мы больше перевести алфалит маковаистокселл после контроля на обследование контроль на обследование было у него в декабре месяца объем демографии демографии у него такой случай а эти в отделах коробки есть спасибо Игорь но я бы хотел отметить что конечно этот больной с плохим больной группы плохого прогноза потому что ресторальная метастаза это нехорошо всегда неблагоприятная группа больных и я бы конечно на вашем месте да вы правильно делаете продолжал бы продолжил бы до 6 курсов после 6 если будет дальше такая динамика прогрессирования по ПСА я бы провел не после 10 курсов как обычно а после 6 если будет динамика стабилизации то есть я имею ввиду ПСА не будет расти будет стабильное состояние больного не будет ухудшаться клиническая симптоматика тогда до 10 курсов и после них обследования если нет если будет дальнейший рост маркера и ухудшение если симптоматики тогда значит после 6 курсов обследования или в зависимости от того опять же что мы получим если мы получим прогрессию этого больного то конечно учитывая мутацию мутация соматическая у него да в опухоле вот тогда конечно я бы назначил аллопари данному больному имея ввиду в дальнейшем возможность еще проведения химиотерапии к базе токсин после можно конечно и наоборот но ну аллопарип работает и после двух линий химиотерапии такие данные есть но все-таки лучше до химиотерапии там линий химиотерапии спасибо можно еще разочек вопрос уточнить я бы может чуть-чуть прослушал последний ПСА 70 81 81 81 последний так последний у пациента ПСА еще 70 вот пришел последний тоже мы от травматологии говорим да от травматологии которые пациент очень настроен на назначение у лопарипа но по последним двум ПСА на фоне пацанов у него снижение идет поэтому я и добился бы максимально что можно добиться конечно я бы не стал пациент спасибо 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 большое уважаемые коллеги за такую замечательную конференцию большое спасибо Борис Яковлевич за интересные и нужные нам доклады спасибо большое мне было очень приятно с вами пообщаться хотя бы в таком режиме но еще раз говорю мы надеемся на то что во всяком случае я буду такая одна из первых конференций в Екатеринбурге в конце месяца если вы там будете участвовать буду с удовольствием поведаемся вот так что начинаются все-таки очные мероприятия еще раз хочу отметить высочайший профессиональный уровень онкологии и вообще здравоохранения республики Башкортостан мой привет конечно Валентину Николаевичу большое передавайте и спасибо за приглашение до встреч в эфире и очних Огромное вам тоже спасибо как за работу эксперта вот хочется сказать что вот эти мероприятия они очень полезны для нас да и вообще любое общение с вами оно всегда полезно в плане развития как интеллектуального так и общего развития спасибо специальности поэтому очень надеемся что мы встретимся в Екатеринбурге вот и уже очно обсудим нетерпением проблемы касающиеся онковорологии оттенков оттенков оттенков